коллеги не слышу вас так доброе утро да слышно всем привет прошу прощения ноутбук не запускался у меня с мороза так ну давайте тогда начнем долго не будем мучиться идея какая погрузиться в предметную область качества в веб-студиях рассказать как вообще бывает рассказать как есть на самом деле рассказать какие есть проекты как контролировать качество разных проектах попробовать к этому приблизиться и не делать выводы а каждый сделать выводы сам я сделал выводы со своей стороны но опять-таки субъективно субъективно и основываясь на нашем и на собственном опыте так так поехали еще смотрите задавайте пожалуйста вопросы прямые открытые я буду стараться на них отвечать прямо так в ходе беседы и так идем основная проблема на взгляд сейчас у партнеров и в студиях и не только у партнеров и в студиях а вообще по индустрии в целом особенно в нашей стране это вот это вот я попросил протестировать мой проект вот кто-то как-то покликали потыкали что-то поводили не вникая в т.з. на мой взгляд это но это как бы вот мы поговорим почему так как сделать лучше и как не вылететь в трубу потому что на мой взгляд вот не знаю десятки проектов я вел и участвовал и в разных как бы ролях и как руководитель проекта и как мати директора как руководитель разработки как ведущий разработчик и как свое время то я участвовал экспертский ей работал какое-то время жизни могу сказать что возникают вопросы вообще к тому понимают ли люди что они тестируют или это просто вот то есть общее мнение сейчас на мой взгляд давайте говорить открыто это то что тестировщики это мало оплачиваемая категория которая значит ни на что больше не способна она способна только кликать тыкать программировать они не умеют ума нет значит управлять не умеет тоже ума нет на самом деле это огромное заблуждение это совершенно не так мы поговорим почему это не так как должно быть в принципе правильной как на западе это принято в более развитая эти отрасли где так сказать под рутом разработчики не ходят на бой как часто принято да почему то вот мы поговорим и у нас сложится картина на мой взгляд эффективного правильного клея эффективных настоящих тестировщиков и мы с ними вот это вот волну глупости непонимания да когда люди людьми задницу вытирают просто до менеджер хотя это совершенно неправильно тестировщиков совсем другая задача ну что давайте идем дальше и так значит мы поговорим о процессе разработки сначала о правильном процессе мы вспомним что такое правильный процесс ну не секрет ни для кого что то что сейчас в вебе происходит вообще это часто неправильный процесс разработки это какой-то кошмар вот особенно в связи с попсовостью термина и джайл о котором мы тоже дальше поговорим ситуация вообще усугублена до без до изобразия сейчас от разработчиков ждут какого-то чуда от студии ждут какого-то чуда что обладая какой-то магией и кандов magic да эти люди способны взять допустим после того как поклеили обои на стену взять и заменить проводку и не понимают почему это невозможно то есть массовый такой идиотия такая но это все связано с развивающихся рынком на мой взгляд с вообще культурой разработки ведь не секрет что грамотные заказчики ну есть такой известный принцип третьего автоматизатора что знаете да что клиент то есть разработчик не не сотрудничает с клиентом пока тот не поменял перед ним двор двух разработчиков то есть пока он мозги себе на место не поставил то есть сейчас на мой взгляд вот это вот непонимание массово это не это не потому что люди такие глупые нет потому что рынок разработки он очень и очень молодой мы почему-то забываем об этом он очень молодой компьютеры появились после второй мировой войны ну более-менее нормальный алгоритмы начали появляться гораздо позже то есть научились код писать ну не знаю нормальный код нормальной программы делать но там 90-е годы в 80-е там еще как-то пытались там что-то работал 90 но появился и плюс плюс который дырявый страшный безобразный язык его выбора не было у людей они писали на этом на этом кошмарном общем уж на этом узи вот потом появилась жала потом она вела некий порядок это как конец 90-х нулевые годы потом стали появляться языки для быстрого прототипирования создания приложений это в том числе пич пи пайтон руби там вот так недавно скала появилась то есть языки которые еще больше добавляют уровень абстракции между железом и вы и разработчиками на них как бы люди научились более-менее у меня что последние там лет десять как-то более гибкой быстро динамично выражать свою логику и клиенты стали это видеть что в принципе закодить на печки достаточно быстро и тем более если есть битрикс то там вообще как бы вроде бы готова много да об этом дальше поговорим вот и поэтому а давайте быстро что-то делать а давайте там давайте как бы там и джи по и джайлу работать совсем не понимаю что на самом деле представляет себе процесс разработки вот давайте прям к нему сразу перейдем и они будут на этом слайде останавливаться и так правильный процесс разработки на самом деле вот чтобы вам не говорили я говорю как инженер с опытом можете со мной соглашаться может не соглашаться но а говорю как есть правильный процесс разработки вообще программирование это сложно программирование это сложно человека надо учить это никаких с кубиками никакой программирования получится это нау научная область прикладная наука это прикладная математика так и разработка когда вы используете какой-то фреймворк вот эта грань между сложностью разработки да и адекватность она немножко стирается кажется что программировать может каждой глупости глупость это трудно нужно учиться учиться долго учиться пускай кровь так сказать это трудный процесс поэтому разработка стоит дорого и прежде чем программировать ну давайте относиться к программированию как там мастерит мальчик что-то кодит там с умным видом а как к тому что это фактически металлургия мы свариваем металлические конструкции мы выбираем винты болты резьбу мы создаем архитектуру системы это сложные процессы это создание это во первых это трата времени во вторых трата естественно денег и это постоянное принятие архитектурных решений различных на разных местах программист он реально работает с металлом железом он варит фактически он скручивает вещи он правах плавают провода и когда кто-то приходит и говорит да давай колесо сейчас на крышу поставим он готов это чека просто убить потому что но это чуждо вообще разработки какая-то чрезмерная гибкость гибкость это гибкость придумали маркетологи которые любят любят рассказывать об аджайле на самом деле гибкости никакой к черту нет вообще программист это строитель вот поэтому чтобы что-то построить на самом деле надо сначала понять понять что хочет клиент а клиенты часто не понимают что не хотят потому что с вами общается нет не тот кому нужен проект какой-то менеджеришка с которого взяли на зарплату и который боится что мы не выплатят премию понимаете что может быть этот человек начинать парить вам как веб-студии мозг сделать имя то то не знаю что и вы попадаете в заложники с одной стороны у вас инженеры которые ну люди в машинном масле которые механики они могут строить систему а другой стороны какой-то эмоциональный неадекват и поэтому первое что правильном процессе делается разработки сбор требуем собрать требования выслушать человека понять что он хочет встретиться с тем кому действительно это надо а не кто за зарплату приходит к вам общаться вот какой процесс после этого когда вы выслушали и примерно увидели что же нужно вы еще не знаете как это сделать но вы услышали вы ощутили потребности его после этого делается дизайн дизайн это не то что нарисовали там до эмоционально что-то дизайн это проектирование в том числе это если это битрикс это проектирование структуры инфоблоков компонентов кода модулей это серьезный анализ и чем меньше требования вытащили на первом этапе тем больше у вас потом рисков что-то сломать и если вы неправильно подберете свои следующий процесс мы дальше процессах поговорим более детально я просто сейчас мы согреваемся с утра следующий процесс это это разработка там вот там уже люди занимаются непосредственно внедрением требований парни программируют потом это надо смотреть вот это где наш ки ей надо смотреть что сделано проверять соответствует ли это требование соответствует ли это дизайну соответствует ли это вам ну и тогда и тогда и так далее и потом это эксплуатация вот это самый правильный самый надежный процесс разработки в котором действительно можно обеспечить требуемое качество потому что это строительство на самом деле разработка это строительство это не маркетинг это строительство и когда соблюдены госты с ней по нормы дом тоже может упасть. Ну, там, пропили неправильно построили. Такое тоже может быть. Это редко. Обычно дома не падают. А софт глючит почему-то постоянно. Потому что, мы дальше поговорим, его делают неправильно. Его делают быстро, не понимая, какие риски, какие сложности он в себе таит. То есть, играют с атомной бомбой, не понимая, что она обладает радиацией. Вот. Таким образом, коллеги, поверьте мне на слово, или вы, я думаю, знаете это, что правильный процесс разработки – это водопад. Это только водопад. Все остальное, это уже из уровня спецназа, мы об этом дальше подробно поговорим, но настоящий процесс разработки, качество которого можно контролировать детально, правильно и хорошо – водопад. И именно поэтому софт для атомных станций, софт для космоса, софт для военной промышленности пишется очень консервативно по водопаду, внимательно, никакого скрама, эджайла, конфеток, печенек, ретроспектив там нет. Там все очень серьезно. Это правильно. Что же, немножко в этот процесс мы сейчас углубимся? Коллеги, я вот вопросов не вижу и предложений не вижу. Может быть, какие-то темы раскрыть лучше мне. Итак, ну вот про энергоблок мы поговорили. Как бы это ни выглядело смешно, на самом деле это самый правильный процесс разработки и другого процесса не придумывать никогда. Процесс может быть только таким. Самый правильный. Но на самом деле что, что, что на самом деле есть? А на самом деле требования постоянно меняются, потому что так устроен рынок, это честно. Вот. Значит, запись будет, да. Значит, дальше второй риск, какой у нас тут есть, подводные камни правильного процесса разработки, это то, что клиент не знает, как у него это все правильно устроено внутри. То есть, вы приходите к клиенту, большая крупная компания, умный дядя и тетя, который работает там всю жизнь, как бы все, как бы все правильно, все хорошо. Но они не знают, как работают их бизнес-процессы. А те, кто знает, уже уволился. А те, кто это закодил, программисты, тоже уволились. В итоге вам предлагают купить кота в мешке и оценить это кота в мешке. И еще взять на все ответственность. За сколько вы это сделаете, да? А потом еще, к какому сроку вы это сделаете. Понимаете? Ну, то есть, вместо инженерии, вместо правильного процесса, как положено в инженерии, возникает какая-то цыганская рыночная торговля. И какое-то тыкание пальца в небо. Какая-то политика начинается. Вот это самое плохое, что сейчас есть. Это проникновение политики и какого-то менеджеризма. И, понимаете, сколько это стоит, скажи мне, но я не знаю, что я еще хочу. Вот этот маразм этот эмоциональный проникает в нашу инженерную область. И поэтому это риски. Даже если вы договорились с клиентом работать по водопаду, что иногда бывает, кстати, некоторые системы до сих пор, что делают правильно, делают по водопаду. На самом деле клиент сразу не знает, как у него все работает. И он, может быть, вам готов помочь. Генеральный говорит, сейчас я вот Васю, Петю, Колю возьму, они у меня отвечают за направление. Вася, Петя, Коля ответят вам на вопросы. А Вася, Петя, Коля тыкали пальцем в небо и пили кофе. Программисты им что-то там внедряли. Потом у них все эти люди поувольнялись, и у них какой-то есть блок кода недокументированного. И они потом вам скажут, ну вы же умные, вот посмотрите, что там за говнокожено. И вытащите туда логику, оцените. Такое тоже бывает, и это риск. А наша задача сейчас просто эти риски поднять. Дальше. Какие еще, ну вот, нужно дизайн натянуть на логику. О чем тут речь? Ну, то есть, есть эмоциональное, как бы, впечатление системы. Оно иногда вообще в других категориях живет. И здесь, ну, надо уметь это совмещать. Не всегда это получается. Часто софт, который пишут программисты, который, софт правильный, строгий, корректный, он совершенно, он ужасный, он безобразный, потому что невозможно пользоваться. У вас мозги просто закипают, как им пользоваться. И тут вот риск, что можно сделать правильную систему, которой будет страшно неудобно пользоваться. Дальше, какой еще есть риск? Это то, что даже вы, разработчики, даже работы по водопаду не всегда, естественно, знаете о библиотеках и технологиях в деталях. Почему? Ну, потому что, почему-то принято говорить, что такое есть веб-разработчик. Да нет веб-разработчик, это вранье. Версткой заниматься нужно всю жизнь, чтобы понимать в деталях, как эти различия в браузерах между собой там взаимодействуют, и как там сделать шлифт такой-то, такой-то. Это глубокое проникновение в область требуется. Яваскрипт это тоже язык, который, он дурацкий язык, но другого нет. И нужно разбираться в тонкостях яваскрипта во всех браузерах, чтобы сверстать правильно. Там куча библиотек. PHP это третий мир. Это мир, это уже программирование, можно сказать. Там уже реляционная модель, там битрикс, там компоненты, там объектно-ориентированное программирование, как разорваться в котором, чтобы нужно потратить несколько лет. А сейчас почему-то это, например, веб-разработчик. Что это такое веб-разработчик? Естественно, человек за все не следит. Это глупо. Нельзя заставлять этого, дантиста роду принимать в соседнем кабинете, что у нас часто происходит. Понятно, это потому что рынок ставится. Это профанация. На Западе это гораздо, гораздо строже. Допустим, яваскрипт-разработчик. Ну, я неоднократно общался с людьми. Люди, если человек занимается яваскриптом, у него сертификат там яваскрипт-разработчик, у него курсы. Он всю жизнь будет яваскриптом заниматься. Если он там на PHP что-то сделает, скажет, ты что, обалдел что ли? Зачем ты это делаешь? Ты что, разбираешься в PHP так же хорошо, как яваскрипте? А у нас это все в кучу складывает. Поэтому мы, как инженеры, несем риски. Риски, связанные с тем, что мы чего-то не знаем, это что-то потом может рвануть. Надо об этих рисках знать. И поэтому даже в водопаде это будет. Дальше. Ох, веб-разработчики наши любимые. Веб-разработчики знают, в общем, PHP, MySQL, Bittrex, яваскрипт, в общем, HTML, в общем. Но часто почему-то плохо знают стандарты. То есть есть тогда же такая именно рецепт-разработчик, так называемая. Я занимаюсь вебней. Что это такое? Это то, что человек вроде программист, но когда копнешь, например, что такое процессы, что такое потоки, что такое TCP, чем будет лицо TCP от IP, что такое DNS, что такое FTP, что такое UNIX, что такое ядро. Человек начинает плавать, потому что он стал разработчиком, потому что захотел больше денег, чем платили верстальщику. Вот такое есть, к сожалению. И вот тут возникают риски, что ребята хорошие, они веб-разработчики, они там 5 лет уже сайта делают. Но они сейчас полезут в какую-то там делать систему для синхронизации файлов, столкнуться с интернетом, о котором они знают очень плохо, по Фейсбуку. Вот. И даже если вы знаете, то есть даже если вы, допустим, у вас команда там заточенная, вы можете встретиться с багами, которые... Баги наше все, как говорится. В программном обеспечении есть баги. Мы дальше о них подробно поговорим. Почему они возникают? Потому что такой устроен человек. Мы люди, мы творческие создания. Мы влюбляемся, мы пьем кофе. А когда ты влюбился или прошла девушка, вернулся к коду, ты что-то забыл. У тебя, как бы, контекст памяти немножко изменился, у тебя эмоции туда хлынули. И ты где-то что-то забудешь поставить. Это нормально. Это первое. Второе. Чтобы писать нормальный устойчивый код, нужно учиться несколько лет. Либо использовать Bittrex, где там за тебя все самое сложное уже решили. Поэтому ошибки будут, надо, и как бы мы с этим столкнемся. По последнему пункту по команде мечты, я, как сказать, ну тут я не буду говорить, я дальше об этом скажу. Я про то, что иногда в проектах и веб-проектах принято, ну вот, ну как сказать, нанимать команду не самому, да, а через заявки в кадровую службу. А в кадровую службу девушки, которые любят красить ногти. Они наберут вам, кого попало с рынка. И вот с этим, кого попало, вы идете в проект. И, к сожалению, что делать в этой ситуации? Ну, может быть, надо набирать людей самостоятельно и смотреть людям в глаза прежде чем. Ну, то есть, либо вам будут набирать долг людей. Это такой риск. Я немножко сейчас о нем коснусь и дальше пойду. У меня тут вопрос есть. А должен ли разработчик понимать, что такое TCP IP? Ну, это то же самое, что спросить у музыканта, спросить, а должен ли музыкант знать ноты? Или знать, что такое бикар? Ну, например, вы играете по нотам, и у вас нет диезов и бемолей. Вообще нет. Или бывают редко. А бикар встречаются вообще редко. Ну, грамотный музыкант знает, что такое бикар. Грамотный музыкант умеет трансмонировать. Ну, то есть, я как скажу, разработчик, вообще разработчик, это человек, который немножко разбирается в компьютер-сайенс. Он немножко разбирается в алгоритмах и не будет пузырьком сортировать все, что ему попадается на пути. Разработчик должен, естественно, грамотный разработчик, должен разбираться в стандартах, что такое сеть, что такое операционная система, что такое ассемблер и так далее. Если он в этом не разбирается, ничего страшного нет. Но человек будет придумывать эти вещи самостоятельно в вашем веб-проекте на PHP. Он будет придумывать алгоритмы сортировки. Он будет в TCP гигабайты кидать и будет UDP использовать вместо TCP, не зная, что этот алгоритм без подтверждения доставки. То есть вопрос грамотности, знания протоколов сетевых, знания аспирационной системы. То есть это вопрос общей грамотности. Если, к сожалению, не всегда у нас люди общеграмотные, тут риски. То же самое риск есть, вы спросили про TCP. Я скажу вам другой риск. Это математики и разработчики. Существует на самом деле, к сожалению, большая дыра между образованием разработчиков, образованием математиков. Математики знают, они хорошо разбираются в машинном обучении. Они часто, если увлекаются, они знают вещи, которых разработчик просто не знает. И если он захочет узнать, он не узнает их. Ему лета не хватит, чтобы врубиться в линейную алгебру и что-то понять. К сожалению, это есть. Это риск. Давайте дальше пойдем. Так. Поэтому, на мой взгляд, вот еще вопрос. Где искать хороших сотрудников через веб-студии, через сайты, кадровые агентства, на курсах обучения в вузах. Вы знаете, хорошие сотрудники, умные люди, как правило, перекупаются крупными девелоперскими компаниями. Яндексом, Мейлом, Рамблером, Майкрософт и так далее. И их отслеживают еще и ведут с вузов. Все, кто такими талантами не обладает, яркими, их можно попытаться найти, но они, естественно, будут хотеть уехать в Москву и работать в какой-то компании. На мой взгляд, чтобы все-таки как-то вытащить себе в команду разработчиков, нужно создать условия, я об этом на прошлом вебинаре говорил, условия, при котором человека любят, к человеку относятся по-человечески в компании. Создают условия для работы. Дело в том, что в больших компаниях, по опыту скажу, как правило, к сожалению, к сожалению, из-за вот этой вот иерархии, из-за того, что компания, ну вот из-за крупности, возникают такие сектора болот, заставящихся болот. И человек попадает в очень дурацкую атмосферу, когда к нему относятся как к сантехнику, либо он занимается фигней в корзину. То есть он начинает деградировать и как человек, и как специалист. И, ну, например, в банке. Вот, допустим, в банке будут платить больше программисту. Да, как правило, в банках платят гораздо больше. Но отношение к программисту в банке разное. Если вы занимаетесь, например, банковским софтом, допустим, пишете, там, не знаю, какой-то биллинг, то, наверное, к вам будут относиться лучше. Если вы занимаетесь сайтами, которые банку не приносят, ну, такой объем дохода, то, может быть, отношение будет несколько другое. И к вам будут уже относиться как к недопрограммистам. То же самое там в компаниях, которые не занимаются разработкой софта. К вам будут относиться как, извините, там, к гостям из Средней Азии, которые там занимаются, там, ну, то есть, как к обычным, как к рабочим, понимаете, которые убирают снег. Ребята, а что там, сделайте сайтик. Такое будет отношение. Мы, типа, бизнесом занимаемся, а вы, типа, сайтики делаете, там, фигу не страдать, как давайте, сделайте нам, а то мы сейчас другим обратимся. К сожалению, я через это прошел, через такое отношение. Поэтому нормальное отношение к программистам бывает часто только в компаниях, которые занимаются программированием. В Битрексе, в Майкрософт, в Оркли, в Яндексе. Ну, если компания крупная, то есть риски, что вы поверите в болото корпоративное. Поэтому в веб-студиях, вот у веб-студии есть уникальный шанс создать такие условия, чтобы человеку нравилось работать, чтобы ему относились как к личности, его слышали, его ценили. У него были интересные проекты, он, как бы, был какой-то интересный проектный процесс, были интересные менеджеры. То есть, вот это вот, на этом можно, именно этим, мне кажется, можно привлечь. Не зарплатой, а именно человеческим отношением. Или интересными технологиями. Вот что мы видим сейчас. Мы видим, что маленькие команды, появились облака вычислительные, и появилась машина обучения, и есть Битрекс. Маленькие команды могут создавать уникальные, очень интересные, полезные вещи. Таким образом, не надо быть большой компанией, чтобы создавать классный софт. Поэтому веб-студия может существовать, если она будет уникальной, если она будет делать уникальные предложения, выпекать вкусный хлеб, которого нет на рынке. Именно особенно. И там будет приятно работать. И я не пойду работать на, не знаю, понимаете, на хлебный завод, где меня там огреют по башке, да, и темно устроят за то, что я там занимаюсь творчеством. А мне тут возможности заниматься творчеством веб-студии. Ну, я думаю, передал бы. Так, значит, идем дальше. Анализ требований начинается, правильный анализ требований начинается с дизайна, естественно, нарисовали какое-то эмоциональное что-то, да, там, красиво. Ну, там юзабилити, да, естественно, все. Потом нужно составить в глоссаре терминов проекта, чтобы дальше общаться с клиентом и с собой на одном языке, если это проект средней и большой сложности. Дальше мы описываем цепочки, которые возникают на проекте. Они могут быть описываться в виде юзер-сторис или юз-кейс, или в виде тз, к которому все привыкли. Ну, то есть, дальше, значит, у нас... Сейчас, секундочку, я сейчас закрою, тут мне мешает мне. Так, дальше, значит, у нас идет логическая схема данных. Если мы не построим логическую схему данных, у нас будет дальше какая-то помойка логическая. Мы запутаемся в ней и запутаем клиента. Вот. И если есть какие-то сложные алгоритмы, их надо действительно описать формальным языком. Ну, может быть, вы не слышали про это, а может быть, слышали, но это стандартный классический процесс разработки. Для чего, что такое глоссаре? В глоссаре вы выписываете специфичные слова, чтобы один термин не назывался разными словами, потому что бывают эмоциональные тз, где хрен поймешь, что там написано и как эти вещи состыковываются. И человек, клиент говорит, я дурак, но я вам за это плачу. Понимаете? Это, ну, это совершенно неконструктивно, не инженерно. И вот этот вот, этот кошмар не должен доходить до инженеров вообще. И до тестировщиков тем более. Вот с этими вот психологические проблемы, что я дурак, но я плачу, они должны, на мой взгляд, решаться менеджерами. Они, это все политика, это надо решать. Это не каждый может этими вещами заниматься. Вот это вот утряхивание клиента, общение. Но когда это доходит до инженерной команды, до механиков, которые кучат гайки и варят, и занимаются серьезными вещами инженерными, то там уже вот этого флуда быть не должно. И когда тестировщик должен что-то проверять, он не должен общаться с неадекватным клиентом, который там льет эмоциями, а он должен видеть технические задания, которые начинаются с глоссаря. В глоссаре мы пишем формально все требования, все слова, которые есть в проекте. Выписываем, можно в Excel, можно на листике, можно на стене, где хотите, можно в TZ, и потом эти слова используем. Это минимум, который должен быть в правильно разрабатываемом проекте. Идем дальше. Затем мы описываем цепочки взаимодействия. Существует несколько языков описания цепочек взаимодействия. Ну, формальный язык – это язык «Use Stories» из U-Mail, «Unified Modeled Language». Более неформально можно описать в виде «Use Key», точнее, я тут ошибся, простите, пожалуйста. Слайд должен называться «Use Cases». Вот, это формальное описание. Более неформально – это «User Stories», где мы пишем, как должно работать. Я нажимаю кнопочку, вылазит форма авторизации, я ввожу логин, пароль и авторизуюсь. Либо выходит сообщение об ошибке. В конце, что я буду, как я буду. То есть, есть разные методики описания «Use Stories» на простом языке. С одной стороны карточки, с двух сторон карточки. Не циклись на этом, прочитайте об этом сами. Это просто возможность общаться с большим количеством людей, у которых не развито левое полушарие, и им сложно составлять формальное описание. Ну, как обычно, в средних и крупных компаниях клиента можно научить составлять формальное описание, и тогда вы получите цепочки. Цепочки, что кто-то делает что-то, вот, эти действия вы описываете. Что дальше? Дальше у нас модель данных. Когда вы описали динамику и цепочки, которые выполняют какие-то роли в системе, роли, их действия, необходимо описать, какие сущности есть в системе. Там, обычно, есть глоссария, скорее всего, они там будут, да? Но будут еще, возможно, дополнительные сущности, вспомогательные. Вот. Это не база данных, коллеги. Это логическое описание сущностей. Такая-то сущность имеется, например, что там у нас есть. У нас есть студент, он имеет такие-то атрибуты, да? Вот. Есть оценки, есть дисциплины, есть преподаватели с такими-то атрибутами. Они там между собой так же связаны. Вот эту оценочку нужно делать на этапе проектирования, еще до Битрикса. Еще до, наверное, я думаю, отрисовки дизайна. Это нужно делать клиентам, потому что ему надо объяснить это логический язык описания схемы данных, чтобы он понял, как у него сущности связаны, чтобы он вам воду эмоциональную не лил, и не включал дурачка, и не говорил, что я плачу, и все. Он должен врубиться, иначе вы просто берете эти риски на себя. Зачем я это сейчас рассказываю в рамках тестирования QA? Потому что, не понимая сущности в системе, вы плохо ее протестируете. Вы не поймете, дальше разработчик сделает, учудит какой-нибудь таблик, как ему удобно, с дикой денормализацией, и вы замучаетесь потом это тестировать. Я поэтому говорю, я дальше у меня будет слайд, что тестировщик должен врубаться в эти вещи. Он должен понимать, как данные в системе вообще есть, какие сущности, как они связаны. Он не должен включать дурачка и говорить, я там покликаю, и хи-хи-ха-ха, и так далее. Тестировщик должен вникать сразу в это, либо QA, либо начальник отдела тестирования. Он должен понимать сущность, и вы эти сущности описываете. Эти сущности нужно согласовать с клиентом на этапе правильного технического задания, если мы работаем по водопаду. Если не по водопаду, мы дальше поговорим. Идем дальше. Коллеги, задавайте вопросы, не стесняясь, пожалуйста, тролльте меня. Дальше. Вот логическую логику, которую мы вывели из эмоционального ТЗ, либо из формального ТЗ, мы перекладываем на Bittrex. Необходимо понять, сколько у нас будет страниц, сколько будет меню, сколько будет компонентов, какие настройки будут в каждом компоненте. Это по силе любому человеку. Нужно составить список инфоблоков с атрибутами. Не надо у вас сгибать, что инфоблоки, это гибкая структура, туда можно добавлять свойства, стандартные компоненты их выводят на страницу. Это все красиво, но в реальной жизни никто это делать не будет. Потому что в реальной жизни есть проекты и свойства. И иногда данные нужно денормализовать. И поэтому давать человеку через админку создавать любые поля в инфоблоке, это, извините, игра с дьяволом. Когда система подвергнется высоким нагрузкам, нужно будет лазить и смотреть, что они там понавыдумывали контентчики. Поэтому это красиво звучит, но в реальности нужно очень аккуратно с этим работать. И желательно сразу вычислить максимально близкие к реальности. Понятно, что вы сразу все равно не угадаете. Но вы должны в течение нескольких дней проектирования, я вам говорю дней, не месяц, а дней, в течение нескольких дней проектировать с клиентом такого глубокого погружения, вы должны ощутить тренды развития системы, вы должны ощутить архитектуру, вы должны понять, как это спроецировано на битрикс, увидеть это. Если вы это не увидите, вы будете обречены на страдания. Дальше. Связи инфоблоков видим, рисуем. Потом рисуем, какие компоненты, какие инфоблоки проецируются, чтобы это не предназборщик придумывал, а это команда придумывала. Разработчики, аналитики, тестировщики, все посидели, обсудили и подумали, как же они это будут тестировать потом все. В админке или где. Дальше. Вы рисуете проекцию компонентов на странице, либо ее делаете в Excel. Как хотите. Я не говорю рисовать, значит, прям надо брать в визу рисовать. Я говорю о том, что это должно быть формализовано и продумано изначально, до того, как люди начали писать код. И потом, в конце, мы определяем с вами, с тестировщиками, с разработчиками, не функциональные требования. Что это такое? Это информационная безопасность. А кто будет тестировать информационную безопасность? Я, что ли? Или менеджер? Или кто? Или клиент? О чем вы говорите? Это должен проверять тестировщик. Какие есть учетные записи в системе? Сколько созданы группы? С какими правами? Какой уровень доступа? Это QA. Контроль качества. Качество в том числе безопасности. Дальше. Нагрузочное тестирование. Я сейчас валю миллион заказов. Что будет? Я валю миллион заказов. Что будет? На эти вопросы тоже QA отвечает. А кто? Программист? Программист не ответит на этот вопрос. У него нет времени этим заниматься. Поэтому мы формируем с вами нефункциональные требования в наши тест-кейсы, которые мы будем дальше проверять. Что мы будем проверять, создавать сценарий нагрузочного тестирования. Возникает вопрос. А как тестировщик проведет нагрузочное тестирование? Ведь для этого надо знать, что такое операционная система, что такое TCP IP, что такое Unix, что такое интернет, что такое сеть, что такое кластер. Опять вопрос к общей квалификации не только разработчиков и тестировщиков. Тестировщик нужно знать. Либо нужно взять систему администратора, который в этом разбирается. Взять разработчика, который разбирается в алгоритмах и умеет понимать, что такое алгоритмическая стоимость. Вы знаете, что сейчас мало кто из разработчиков вообще понимает, что такое алгоритмическая стоимость, как ее посчитать в алгоритме. Он не понимает, он не может оценить алгоритмическую стоимость сортировки пузырьком. Это отсутствие образования. Я не говорю, что надо быть программистом по институту. Надо читать книжки на эту тему, надо понять, что такое алгоритмы. Надо понять, что такое ОН, ОН в квадрат, ОН куб, ОЛОГН. И иметь базовое представление об алгоритмической стоимости скорости выполнения алгоритмов. Итак, дальше. Вам возникает вопрос. Возникает вопрос. Так, 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 так. Коллеги спрашивают. Прошу прощения, я сейчас отвлекусь немножко. Все так хорошо, если есть начальник отдела QA-стракаты. Так, блин, откуда столько ошибок. Ну, погодите, я сейчас говорю не о битрексе, я сейчас говорю о веб-студиях. О количестве ошибок мы дальше поговорим. Тут, как бы, не надо к битрексе это клеить. Я не говорю, что, я же не Олег, я не рассказываю про отделе качества битрекс. Я рассказываю об отделе качества веб-студии. А я отвечаю за качество внедрения. Я рассказываю, как человек, который прошел веб-студию, прошел, который там работал в крупных компаниях и на госслужбе. Это я рассказываю, что я видел и с чем сталкивался. Как остепенить клиента дурака? Вы знаете, ну, это вопрос, вот, есть инженеры, а есть люди, которые умеют заниматься бизнесом. И надо, как бы, понимать, с кем ложиться в постель. Ну, в кавычках. Это уже относится к вопросам бизнеса. Умение продавать, умение нравиться, умение уходить от отношений, когда они уже становятся, как бы сказать, навязчивыми. Да, когда возникает некая садомаза. Это уже, мне кажется, это либо дано от природы, либо человек учился на это, либо это предприниматель от рождения, либо это просто вот, ну, не всем предпринимателям в жизни. Кто-то создает проекты, кто-то создает компании, а кто-то в них работает. На мой взгляд, это совершенно разные роли. И надо, каждый должен выполнять в жизни свою роль. И если у вас это получается, надо этим заниматься, наверное, и совершенствоваться. Как от дурака, как бы, ну, не взаимодействовать. Это сложный вопрос. Я не могу, например, я инженер. Я не смогу ответить хорошо этот вопрос. На этот вопрос ответит менеджер хорошо. Дальше. Что, если проект уже полгода закрыть не может и захотелок? Ну, это вопрос, опять же, эмоциональной распущенности. Вот с кем ложиться в постель, понимаете? И опять этот вопрос решается менеджерами по поводу «хотелок». Это не ко мне. Ну, на мой взгляд, наверное, надо приучать клиента к считать деньги и пытаться решить 90% проблемы, 10%, ну, как есть принцип 90 на 10, принцип Парета. Научите его искать решение, которое за 10% усилий решит 90% проблемы. И заниматься только этим. Потому что можно заниматься, доказывать теорему фирма там несколько сот лет и не доказать ее. Частично она там, она доказана. То есть, научите человека работать, а не заниматься фигней, не вращать кони в вакууме. Наверное, к клиенту это тоже относится. Ему уже надо денег заработать и вам. Вот. Как поставить в эту схему проекта? Не понял, я что-то, как поставить в эту схему проекта? А, как поставить в эту схему руководителя проекта? Руководитель проекта, ну, это человек, который отвечает за сроки. Ну, как отвечает? Он следит за контрольными точками. То есть, люди занимаются программированием, тестированием, аналитикой, дизайном. Система, сисадмин работает. Но эти люди, они специалисты в разных областях. Это команда. Должен быть тренер, который, ну, в кавычках тренер, который координирует их деятельность. Он будет, вряд ли будет разбираться в деталях, но он должен следить, сколько людей в проекте. Кого там нанимать, там, кого там увольнять. Кому там зарплату повысить, там, печеньки купить. Ну, то есть, он, ну, это я, как бы, немножко сказал сейчас больше о функциональном менеджере. Точнее, о функциональном менеджере, о руководителе разработки, допустим. Проектный менеджер, у него немножко другие задачи. У него сроки, у него оценки, у него этапы, у него вехи, у него встречи с клиентами. Ну, то есть, такая рутина, но она очень важная. И хороший, плохой менеджер проекта может проект легко завалить. А хороший менеджер проекта может выйти в проект даже из очень-очень тяжелой ситуации. Потому что он будет нормально общаться с командой. Вы можете представить пример проекции на Bittrex для реального проекта? Ну, конечно. Пример проекции на Bittrex для реального проекта расскажу. Есть дизайн, есть эмоциональное ТЗ. Дальше создается текстовое описание того, либо под эмоциональным ТЗ пишется, что можно сделать на Bittrex. Надо стараться на Bittrex сделать максимум того, что написано, но при этом используя решение, которое есть в Bittrex. То есть, клиент хочет так, а вы говорите, нет, надо сделать так, это близко к тому, что вы хотите, но на Bittrex это есть готовое. Затем на Bittrex делается дизайн, который можно, в принципе, любой дизайн, почти любой, можно натянуть на Bittrex. Это гибко все настраивается. Таким образом, вы определяете в Bittrex несколько шаблонов, которые вы реализуете. Дальше вы создаете карту проекта, то есть, карту страниц и меню. Сколько у вас есть меню, типы меню и какие у вас есть страницы на сайте. Вы их определили, написали в Excel. Дальше вы определяете, какие есть компоненты в системе. Вы берете стандартные компоненты, смотрите, вы должны их знать, тестировщики должны знать наизусть все стандартные компоненты, которые есть в системе. И разработчики должны знать наизусть все стандартные компоненты, которые есть в системе. К сожалению, а это знают единицы, а это плохо, это дополнительные риски для вас, как у руководителя проекта. Затем они говорят, вот эти стандартные компоненты мы берем, мы включаем их сюда, 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 кастомизируем такие-таки шаблонные компоненты, в такие-то берем стандартные и не трогаем их. Затем компоненты кладутся на страницы, затем проектируется, в какие инфоблоки пойдут какие компоненты, сколько вы создаете инфоблоков, затем вы делаете диаграмму связи инфоблоков, какие инфоблоки с кем связаны. И дальше описывать функциональные требования для Bittrex. Ну, я таких ТЗ, как в свое время написал, составил несколько десятков, поэтому и сложных, и не сложных. Поэтому это делается просто в течение нескольких дней. Делается проекция такая. Для этого нужно знать хорошо Bittrex. У вас должен быть чек компания, который знает Bittrex хорошо. Стандартный функционал. И тестировщики должны прочитать это и запомнить, что написано в этой проекции. И разработчики тоже. Так. В принципе, пары это 20-80, 20-90 на 10. Это можно трактовать. Не цепляйтесь к словам, не занимайтесь персенционизмом, пожалуйста. Мы сейчас о сути говорим. Так. Вопрос может быть банальный, избитый, но все-таки задам. Чтобы остаться на работу, нужен опыт. Чтобы набраться опыта, нужно остаться на работу. Как выбраться из этого круговорота? Взять пистолет, ограбить банк. Ну, это вопрос вообще к бардаку в системе образования трудоустройства, к сожалению. Вообще, на Западе, если ты учишься, и ты платишь деньги за обучение, ты уже инвестируешь свое будущее. И поэтому человек с Оксфордом, Стэнфордом, и каким-то хорошим университетом, институтом, он найдет себе работу. А у нас в связи вот с таким бардаком, да, каждый должен выживать самостоятельно. Поэтому, на мой взгляд, все-таки, когда вы учите в институте, надо не заниматься этой херудистикой, да, и академическую науку в паутине эту грызть. Хотя она очень полезна, и это ваш уровень показывает, да. Надо просто заниматься каким-то хобби, связанным с профессиональной деятельностью. Это верстать хорошо, программировать. Я с 12 лет программирую, например. Это мое хобби. По образованию электромеханик, а всю жизнь занимаюсь разработкой. Потому что это хобби. На мой взгляд, вот хобби должно, как бы, вылиться уже в профессиональную деятельность. Вы должны знать лучше, чем студент, в 10 раз лучше, чем студент, который вышел из профильного вуза, и который боится рукава закатать. Как-то так. Вот. Наш подрядчик целый год настраивал интеграцию сайта с 1SBITX. Как сразу проверить студию, что у нее есть такой опыт? Спасибо за вопрос. Для того, чтобы понять, что адекватна студия или нет, необходимо зайти на нашем сайте в раздел «Партнеры» и посмотреть, какие проекты делала студия, какие у нее есть бейджики. Есть бейджики «Крупные внедрения», есть бейджики «Интеграция с 1S», есть бейджики «Корпоративный портал». Посмотрите, там разные бейджики. И есть еще очень хороший бейджик, за который я непосредственно отвечаю, это участие в программе контроля качества внедрения. Когда студия участвует в программе контроля качества, она за дополнительные деньги, которые вы с ней согласуете, сдает вам проект по монитору качества, в котором больше 60 тестов, ручных и автоматических есть. Для того, чтобы максимально обеспечить вам качество внедрения. То есть, только так можно, в принципе, выбрать. Ну и еще, если у вас среднесложный проект, надо попросить веб-студию в течение недели за деньги, естественно, только за деньги. Договоритесь с ребятами и за деньги проведите проектирование. Посмотрите, умеют ли люди проектировать, умеют ли люди работать с умель, создавать глоссарий, создавать логическую модель данных, диаграмму взаимодействия. Посмотрите, либо там люди не могут это делать. Если они не могут, зачем их мучить? И вот еще момент, очень важный, я о нем хотел в самом конце сказать. О том, что веб-студия – это не компания-разработчик, поймите. Веб-студия – это не Яндекс, это не Майкрософт, это не Oracle, это не Bittrex. Веб-студия – это интегратор. Не заставляйте интегратора заниматься сложным программированием. Зачем? Это не его сфера деятельности. Не надо. Берите стандартный функционал Bittrex. Вместе с интегратором посмотрите, что есть готово в Bittrex и сделайте, выберите вещи и реализуйте. Немножко поменяв дизайн. Не лезьте в эти дебри программирования с веб-студии. Зачем мучить-то друг друга? Дальше у меня на этом прямо здесь слайды есть. Поделитесь примером ТЗ. Ну, ТЗ, у меня нет сейчас под рукой ТЗ. Ну, это в интернете можно. В веб-студию придите, вам дадут ТЗ, покажут, какие из ТЗ проводят с клиентами. Не циклитесь на ТЗ. Можно потратить много времени и написать очень плохое ТЗ, безобразное. Можно писать ТЗ по ГОСТу и не выпустить проект. Подведите творчески. Я дальше про agile буду рассказывать. Это у меня только начало презентации. Ох, вот еще. Подобный подход очень привлекательный к проектам, если бюджет проекта небольшой. Например, 300 тысяч. Но на QA и тестирование уходит 30-40%. Как действовать, если не дается допродать? Сейчас мы дальше поговорим, что можно с этим проектом водопадом вылететь в трубу. Это у меня пока начало презентации. Так. Хочется обобрать ТЗ, о котором вы говорите, выложите. Не надо ничего не встать. Берете методологию RUB Russian Unified Process и смотрите примеры артефактов. Это уже давно пройденный этап. Он пройден 20-30 лет назад. Формат ТЗ уже давно придумали, как делать. Формализацию процесса разработки уже забыли про нее. Ее уже давно исследовали. Все это есть. Изучайте примеры. Ну, возьмите нормальный продукт, типа RUB IBM, и посмотрите, как пишется нормальный ТЗ промышленный. Полистайте курс инженерия программного обеспечения. Там все это есть. Просто сейчас почему-то профанирует общество. Сидят в фейсбуках люди и не учатся, к сожалению. А это все есть. Так. Мы готовы были брать без опыта, готовы были учить, но у таких новичков больно большие запросы. Да, все верно. Но это опять же вопрос квалификации. Посадите в студию одного гуру. Такого человека, который знает действительно хорошо, что такое программирование. Таких людей сложно найти. Либо посадите человека, который хорошо знает, что такое битрикс. И всем этим парам, он их будет ставить на место. Он будет определять, в принципе, их уровень. Они сами будут понимать, что их уровень ниже плинтуса. И все. И они будут учиться. То есть, на самом деле, чтобы научиться, не надо платить больших денег никому. Ну, представьте, вы хотите научиться каратэ, вы пойдете в Японию. Да вы 10 лет будете какашки выносить за этим мастером каратэ. Понимаете? 10 лет. Пока он вас не начнет учить. Вот это на самом деле в программировании так же. Помните убить Билла? Как учил эту девушку драться? Он издевался над ней. То же самое в разработке. То же самое любой настоящий программист. Учится долго. Если программист хочет много денег, у него много понтов, это не программист. Ну, еще совет вам. Пропустите его через сертификацию на Битрексе. У нас есть платные экзамены, которые действительно сложно сдать. Они стоят там, ну, уровень 1000 рублей. Их действительно сложно сдать. И они показывают уровень человека. И у него все понты отключатся, я думаю. Так, пишет. Спасибо, спасибо. Идем дальше, да. Следующий слайд у нас о том, что... Ой, прошу прощения. О том, что... Сейчас я назад откачусь. Проект на Битрекс. Поговорили дальше. Библиотека типовых подходов. Ну, естественно, есть стандартные вещи, которые нужно один раз описать и не наступать на грамли. Это как страница не найдена. 404 ошибка. Как ее выводить? Это красивое сообщение об ошибке в ПВД. Мы постоянно об этом говорим. Постоянно какая-то ерунда возникает. То есть, постоянно на проекте протестирования возникают ошибки дурацкие. Error 516DF в модуле таком-то. Что за фигня вообще? Что это такое? Этого быть не должно. Или ошибка NGINX. Ошибка 503. Там, прокси, там, ганавей. Черт возьми, да иди ты нафиг своим прокси. Убери эту ошибку от меня, от клиента. Не должно быть такого безобразия. То есть, ошибки NGINX. Ошибки проксирования, ошибки ерундирования, ошибки базы. Уберите это техническое масло и стружки, пожалуйста, с проекта, тестировщики. Этого быть не должно. Это должно быть описано. И дальше вы просто говорите. Написано, сделано так, ошибка делается так-то, сообщение об ошибке выводится так-то в такой-то верстке, 404-й выводится так-то и так далее и тому подобное. То же самое там, валидация запросов в форме. Ваш пароль там неверен и вводится регулярное выражение. Черт возьми, вы что хотите, чтобы клиент знал регулярное выражение? То есть, не заставляйте клиента влазить в эти технические детали. Не надо сыпать ему вашими знаниями специальными. Если вы там в гинеколог, не сыпьте этими знаниями, пожалуйста, дантисту. Клиент-дантист. Расскажите на его языке, что значит ошибка, чтобы он понял. Ну, то есть, я сейчас говорю о типовых подходах, которые должны быть описаны в студии, в Вики. Дальше. Еще. Интерфейсы инфоблоков должны быть настроены в админке. Не заставляйте клиента этим заниматься. Настройте сразу человеку права доступа к группе, права к страницам, к компонентам, к инфоблокам. Это в битрексе есть, готовый. Настройте стиль и контент редактору. Это опишите Вика, как это настраивается один раз. Настройте документ-оборот, если это один раз, опишите. То есть, я к тому, что, если вы это уже один раз делали в студии, не делайте это второй раз заново, опишите в Вики, где-то у себя, что это делать так. Тестировщики будут проверять по этому Вики, как это должно работать. Общий подход опишите. Разработчики будут это делать. Менеджеры будут знать, что так это действие стандартно делается в студии и не наступать на грабли. Туда же относятся редиректы. 301, 302, вот обычно там куда-то чего-то. Опишите, это стандартные вещи, они делаются одинаково у всех проектах. Дальше, после этого, когда вы спроектируете по водопаду, мы создаем тест-кейсы. Что такое тест-кейсы? Это тестировщик пишет свое ТЗ, как он будет это все проверять. Не просто я сел там, покликал с умным видом. Он пишет, что он будет делать, какой последовательности он будет проверять. Инфоблоки, связи инфоблоков, логическую модель данных, связь данных, связь дизайна, граф зависимости. Если, допустим, разработчики поменяли тот модуль, какие модули мне нужно прокликать? Как они связаны? Как связаны компоненты? Отдельный вопрос тестирования верстки. Опять же, как он будет тестировать? В каких браузерах надо писать? В каких устройствах? В каким разрешениям? Тестирование производительности. Как он будет проводить нагрузочное тестирование? С каким объемом данных? На каких серверах? Какие стенды ему нужны? Это все нужно заранее описать. И часть автоматизировать. Мы дальше поговорим. Населениями. И так далее. Ну, то есть, надо готовиться к тестированию. Тестировщик фактически создает проект по тестированию вашего проекта. Он согласует его с вами, с аналитиками, с разработчиками, с руководителем проекта. Оценивает время тестирования и проверяет это. Это большая работа. Большая работа интересная. И мы подходим к вопросу, а сколько же стоит настоящий тестировщик-то? Оказывается, он стоит дорого. Вот пишет, что творческий подход к ТЗ обычно приводит к тому, что ТЗ превращается в создательную бумагу. Я, смотрите, хороший вопрос, и я постараюсь дать четкий ответ. Давайте, как бы, постараемся не смешивать творчество и формализацию. Во творчестве я понимаю то, что не нужно загонять себя в рамки ГОСТов, в рамки UML. Надо понимать душу методологии. Душу методологии. Вот если понять суть ТЗ или суть методологии, вы поймете, что там есть несколько вещей, которые нельзя игнорировать. Например, нельзя игнорировать глоссарий. Нельзя игнорировать логическую модель данных. Нельзя игнорировать цепочки, сценарии взаимодействия. Все остальное, оно везде по-разному, и уровень детализации вы выбираете, зависит от рисков. Но если вы хотите все прям спроектировать, вам надо, конечно, держаться максимальной формализацией. И тогда вы все спроектируете, на это будете проектировать несколько месяцев. Я согласен, что если к некоторым проектам нужно подходить максимально формализованно, абсолютно все проектировать, до верстки, до пикселей, такие ТЗ есть. Они очень большие, они занимают тысячи страниц. Ну, ТЗ на верстку видели? А я видел. Каждый элемент верстки нарисован на осях координат, указано, сколько пикселей мерить, указана цветовая гамма, Pantone, CMYK, RGB и так далее. Ну, то есть до самушествия это можно дойти. Это действительно иногда надо, но не всегда. Поэтому о творчестве в данном случае выбирайте методологию. Посмотрите NeRub, посмотрите Iconics или Ghost, посмотрите Iconics, подход методологический, посмотрите Agile Unified Process, посмотрите XP, мы дальше об этом поговорим. Посмотрите, какие там артефакты делаются. Вы видите, что набор артефактов ТЗ может отличаться. Уровень детализации, все зависит от компетенции команды и от желания клиента идти навстречу. Вот. Идем дальше. Сколько же стоит тестировщик? Ну, тут мы о чем поговорим? Значит, тестировщик должен знать. Во-первых, первое, что должен тестировщик мне делать, это не прогибаться. К сожалению, вот это отношение к тестировщикам, как по остаточному принципу, оно в корне неправильно. А тестировщик, на мой взгляд, и QA-щик, ну, я говорю тестировщик, как сотрудник, а QA-щик, как человек, отвечающий за направление QA в компании, это ключевой элемент компании. Это правая рука руководителя. QA-щик, правая рука руководителя проекта, потому что от него зависит, что увидит клиент на выходе. То есть, это просто, это самая очень важная фигура. И он не должен ни в коем случае прогибаться под бизнес-менеджмент. Руководитель веб-студии должен создать такие условия, чтобы QA-щик был у него, ну, это был независимой веткой власти. Это прокуратура. Это независимая ветка власти. Судебная инстанция. Это судья. Точнее, не прокуратура. И прокуратура, и судья в одном лице. Вот такой тестировщик. Можно сказать даже так. Он не должен прогибаться под исполнительную власть, под отдел разработки. Да? Он не должен прогибаться. Он не должен прогибаться под исполнительную власть под менеджеров проектов. Он не должен прогибаться под законодательную власть. Это аналитики различные, которые пишут законы, правила, методики. Они есть. Это должна быть отдельная ветка власти. Тогда у него будут развязанные руки, он может создать нормальную систему контроля качества. Иначе его будут гнать сроками. Менеджер прибегает, мне нужно выпустить вчера, прокликать здесь, мы поменяли то, не знаю что, прокликать так, не знаю как. Ну, знаете, как обычно, люди боятся. Не надо, чтобы люди боялись. Люди должны пытаться сделать проект, который понравится клиенту. Они должны сделать ракету, которой можно гордиться. Они должны душу вложить в ракету. Каждый проект – это ракета. А не заниматься приписками, отписками, понимаете, там, откатами, взят, ну, как дурью вот это его. То есть не заниматься показухой, а делать нормальную систему. И тестировщик должен в этой системе обладать независимой властью QH. Дальше. QH должен понимать артефакты проектирования, не включать дурачка, что я не знаю, что такое ТЗ, я не знаю, что такое UML, я не знаю, что такое юскейс, у меня голова заболела. Такого не должно быть. Он должен понимать это. Он следит за организацией автоматизации тестирования. В QA должны быть программисты, если у вас есть возможности для проекта, которые автоматизируют рутину, не надо заниматься рутиной. Программир для того и создан, чтобы уйти от рутины. Но не все можно автоматизировать в QA, к сожалению. Мы дальше поговорим, что можно, что нельзя. Нужно понимать, что такое нагрузочное тестирование, как его организовать, сколько оно стоит, какие вещи оно провалит, как юриски снимают. Это QA. Скорость продукта относится к качеству. Поэтому хороший тестировщик стоит дорого, коллеги. Он стоит дорого. Он стоит как разработчик, как бы не больше. И таких тестировщиков мало. Их надо искать. Их надо искать. И за ними надо охотиться, так же, как и за разработчиками. Хороший тестировщик похож на хакера, на специалиста по информационной безопасности, который на заобеденный перерыв развлекается взломом сайтов ваших, ваших проектов, взломом модулей разработчиков. То есть это человек, который видит баги везде, и он их находит. Это такой склад ума. Это хороший тестировщик. Он взламывает проекты. Он ищет ошибки, прежде чем их найдет клиент. Поэтому он стоит дорого. Что же в этой ситуации делать-то? А что делать? На самом деле мы понимали с вами в данный момент, что если так вот тестировать и так относиться к процессу, то студия вылетит в трубу просто. Будет очень дорого. Это будет очень дорого, долго, и, к сожалению, вам за это не заплатят. И поэтому давайте искать другое решение. Но мы увидели, как должно быть на самом деле. И теперь мы уже, как бы сказать, вооружены. Идем дальше. Коллеги, вопрос задавайте, пожалуйста, и троллите меня. Идем дальше. Что на рынке сейчас? На рынке, к сожалению, чтобы быть на плаву клиенту, надо постоянно вносить изменения. И сайт, который требуется сейчас, через 3 месяца, например, потребуется открытые линии, фейсбук, интеграция соцсетями, авторизация, и всякая ерундистика, которая постоянно возникает коммуникативно, она будет влиять на сайт. Поэтому он будет меняться, и рынок меняется. И надо уметь, надо понимать это. Дальше. Надо выпускать фичи как можно быстрее. Это парадокс. С одной стороны, программирование, машинное масло, стружки, металл, сварка. С другой стороны, надо выпускать фичи быстро. Именно поэтому есть языки типа PHP, Python, Ruby или Scala в какой-то мере. Это языки, позволяющие действительно выражать мысли и программировать быстро. Да, да. По секрету скажу, что эти языки позволяют программировать быстро до той поры, пока у вас маленький проект. Когда проект становится больше, эти языки не содержат внутри себя, ну, кроме Scala, я думаю. Ну, хотя у нее свои проблемы. Эти языки, динамические, Python, PHP и Ruby, они не содержат нормальных средств работать с большими проектами. В них нет строгой типизации. В них динамическая нестрогая типизация. Это приводит к тому, что проекты, средние проекты уже очень сложно сопровождать. Поэтому не лезьте в программирование, в массивное программирование на этих языках. Не лезьте, не занимайтесь им. Не надо. Это трудно, на каких языках писать большие-большие программы. Вам нужно будет писать кучу тестов. Вам нужно будет разрабатывать методики, там, предусловие, постусловие, контролирование вариантов. Вам нужно будет использовать строгое ООП, как сейчас в Bittrex мы начали идти в сторону D7. Поэтому, но эти языки позволяют быстро, в небольших проектах быстро выпускать новые фичи. Поэтому выпускайте, знайте, что динамические языки помогают это делать. Дальше. Ну, качество глазами пользователей понятно, что люди сейчас избалованы. Они ходят на разные проекты, разные компании и требования к качеству постоянно возрастают. Вот. И качество с их стороны одно, а разработчик смотрит на качество по-другому. Для него вывод ошибка 521. Это очень хорошее сообщение об ошибке, информативное, оно полезное. Или exception в строке такой-то, из секс-трейс на весь экран. Это классно, это удобно. Это удобно, но, естественно, клещик должен смотреть на качество глазами клиента. Он не должен, проект не должен сыпать стружкой и капать машинным маслом. Он должен источать благоговение, благовоние. Да, он должен красиво выглядеть, вкусно пахнуть. Поэтому тут вот рынок нам диктует требования. Идем дальше. Что же надо взять? Что можно взять? Ну, как вот эту боль? Как вообще? Ну, понятно, что мы все обречены. Да, как бы с одной стороны. Мы все блетим в трубу, если будем так то есть. С другой стороны, отрасль же проходила это. Изначально был предложен итеративный процесс, в котором проект выпускается итерацией. Вы говорите клиенту, вы знаете, для того, чтобы ваш проект выпустить, необходимо... Давайте пройдем несколькими итерациями. Сначала мы выпустим базовую часть продакшн, соберем фидбэк. Ну, стандартный функционал битрикса. Затем мы что-то докрутим, каталог там, что-то еще, что-то еще более сложный, там, какой-нибудь мастер заказа, там, да. Это уже будет вторая итерация. Третья итерация, мы делаем какие-то вещи там дико нестандартные. Этот подход, ну, вот он предложен в Russian Unified процессе, да, в свое время, там, много десятков лет назад. Суть такая, что вы проектируете, разрабатываете, тестируете, нагрузчик тестирования и выкладываете в эксплуатацию. Потом параллельно начинаете вторую итерацию, то есть, когда разработчики кодят, у вас проектировщики уже занимаются проектированием следующей итерации. Этот подход оказался эффективным, он работает в большинстве средних и больших проектов. Ну, и там, там тестировщики просто тестируют не в конце все, они участвуют в процессе постоянно, и поэтому, как бы, люди заняты. Ну, такой процесс есть, и он позволяет действительно идти, как бы, двигаться быстрее, выпускать фичи быстрее, собирать фидбэк быстрее, и проектировать медленнее, и, как бы, более динамичный подход, о нем надо знать. Вот у меня тут, пожалуйста, вопросы. Существует какой-то софт, который помогает сделать ТЗ автоматом на основе подготовленных шаблонов? Очень много времени уходит на свои документации. Ну, смотрите, это то же самое, что научить людей программировать, ну, программировать, научить программировать. Нет, это проблема, что мы хотим автоматизировать ТЗ, дальше мы хотим автоматизировать, чтобы человек там что-то говорил, мы нажимали кнопку, и что-то там... Такого никогда не будет, вы что? Программирование, это, я вам говорю, и даже на Битрексе, это все достаточно сложные вещи. Нужны аналитики, нужны мозги, которые будут эмоциональный флот формализовывать. Ну, вы можете повлиять на это, создавая меньше документации, создавая только необходимую документацию, создавая только необходимые артефакты, а необходимые тестировщикам и разработчикам, и в случае клиенту. Вот, это прототип, ну, я вам уже сказал, я вам сказал, это глоссарий, прототип, логический модель данных, проекция на Битрекс. То есть, эти вещи можно создавать в минимальном виде. Но, чтобы понять, в каком проекте какой минимальный набор требуется, нужны мозги, опять-таки. То есть, не получится одной кнопкой что-то делать, так не бывает. Разработка это сложно, это сложная область, это не снег убирать, и никогда она не будет по сложности сравнима с уборкой снега. Это как военные действия, надо быть умными, чтобы выиграть. То есть, в атаку отдавать команду легко, а чтобы выиграть бой, надо думать. Так и здесь. К сожалению и к счастью, веб-разработка это для умных людей. И кто более умный, тот, кто более, так я вам скажу, кто более умный, кто учится на своих ошибках, кто максимально использует автоматизацию при решении задач, и кто использует математику, знания математики и алгоритмов решения задач, тот и выигрывает. И кто использует Битрекс максимально стандартный функционал, тот тоже выигрывает. Потому что вы снимаете с себя риски, и не занимаетесь сложными вещами, которые за вас уже все порышены. Дальше. Скажите, практическая рекомендация по настройке Continental Integration для проекта на Битрекс будут? Очень интересный ваш опыт. В Битрексе нет Continental Integration? Нет. По природе. Я не знаю, будет ли. Почему? Потому что Continental Integration, его можно на Битрекс эмулировать. Да, через контроль версии, передавать код. А изменения в базу можно передавать через скриптики, которые работают через API-Битрекс. То есть, Битрекс подобен автоматик Калашникова. Там нет ничего лишнего, а то, что есть, оно можно использовать по-разному. Это очень полезные блоки. Для Continental Integration вы просто берете, пишете скриптики, кладете в контроль версии, а через API-Битрекс вы передаете изменения в базу. Таким образом у вас появляются некие патчи, которые проигрывают на Битрекс. Другие решения, неократно в компании обсуждались, они приводят к усложнению процесса выкладки, к усложнению. У вас появляется такая куча ролей, куча серверов, какой-то софт, который там умный, который что-то выгружает, загружает. Ну, это можно, наверное, к этому когда-то можно прийти будет, но пока на практике этого практически мало кому это нужно, и разработчики сами справляются с администраторами задачи выкладки изменений на бот. То есть чудо-продукты можно, конечно, писать для этого, но... И во-вторых, Continental Integration, это же больше о низкоуровневом программировании, это больше о взаимодействии модулей. Но это, в общем, это можно эмулировать еще созданием там стейдж-сервера и боевого сервера, и созданием юнит-тестов, функциональных тестов. Ну, то есть, мне кажется, особенно в PHP, вот в его лаконичной природе, как бы, заниматься таким кучами там всякими дженкинсами и так далее. Ну, надо, мне кажется, придумать, как это и для битрекса сделать, стандартным средством. То есть продукт отдельно, мне кажется, особо не нужно. Поэтому я, если честно, видел, как пытались сделать Continental Integration на битрекс, постоянно об этом спрашивают, но оказывается, что без него можно жить, упростив процесс и сделать минимальную систему выгрузки на бой с тестированием на стейдже и выгрузками патчей. Это работает. Идем дальше. Так, теперь, так, у меня здесь сейчас... Ну, нужен более гибкий процесс. То есть, на самом деле, можно удешевить процесс и выпускать, работать быстрее, тестировать меньше, если... Мы же сейчас хотим деньги сэкономить. Как же, на самом деле, научиться тестировать и обеспечить качество, если мы понимаем, что по водопаду мы просто вылетим в трубу? Ну, что нам советуют методологии разные? Они советуют нам, естественно, ну, Agile в том числе, советуют эффективной коммуникации, прежде всего. То есть, надо создавать в компании эффективную коммуникацию. Что это такое? Это значит, я могу прийти к началу и поговорить с ним, а он не будет на меня смотреть, как на существо из другого, как сказать, касты. То есть, если у вас в компании практикуется разделение, начальники отдельно, разработчики отдельно, менеджеры отдельно, если тусуются отдельно и пишут письма, у вас коммуникации, скорее всего, не будет. Компания должна быть круглой. Чем более круглая веб-студия, чем более доступны люди и могут коммуницировать, чем лучше. Доверие. Естественно, нужно создать доверие, чтобы люди общались. Это должно быть доверие не на уровне, ты меня любишь или ты мне не так сказал, не так посмотрел, а доверие на уровне профессионализма. То есть, у нас общий враг – это проект, нужно сделать проект-срок, общий враг – это сложности, это баги, общий враг – это глупости всякие. И наша цель – это победить в срок с минимальным. Боевые действия. Когда боевые действия идут, там не за того, ты мне нравишься или нет, а там нужно просто следить за тем, чтобы людей не перестреляли, а чтобы вы убили как можно больше врагов и не получили ранения. То есть, в таком отношении надо друг другу доверять. Дай автомат, дай мне патроны, дай воду, добей, человек мучается, добей его, если он мучается, ну, чтобы он не мучился долго, в вагоне не страдал. Ну, то есть, такие армейские вещи, боевые действия, ну, которые, в принципе, человек же создался, на самом деле же, мы все наши предки постоянно воевали, и у нас это в крови. Правильно воевать и доверять друг другу в бою. Дальше. Надо решить задачу. Должно быть решение, в компании люди должны хотеть решить задачу, да, а не срубить бабла с клиента. Понимаете, если кто-то хочет срубить бабла, это уже не об инженерии, это не проектный подход, это какая-то цыганские фокусы. Надо решить задачу клиента, профессионально, да, но и при этом дешево. Вот. То есть, может быть, о деньгах надо думать, но не нам с вами, не инженерам, не тестировщикам. Это, может быть, бизнес думать, начальники, директора, это их область. У нас другая область с вами. Наша цель – это решить задачу клиента. Правильно решить, качественно. И, конечно, самое страшное, я сейчас, не знаю, может быть, открою секрет, либо вы это знаете, чтобы внедрять agile, чтобы тестировать было дешево, быстро, и чтобы вам не нужно было писать много документации, это нужно иметь в профессиональный штат. Нужны в команде профессионалы, а их очень мало. Их очень быстро перекупают, они уезжают в крупные компании в Москву, либо, я говорю, надо создать условия. Поэтому и тут шансов нет, на самом деле. На самом деле шансы есть, я дальше о них поговорю, но чтобы работать по agile, нужны профессионалы. Если у вас команда студенты, которые учатся, и внедрить туда agile, это будет просто жуткий садомазохин. Люди будут страдать, делать неправильный код, будет куча багов, и при этом у вас не будет ТЗ, это будет просто, ну, вы просто начнете исторически смеяться над этим, что получилось в результате. Поэтому люди должны быть не то, что профессионалы, они должны быть опытные. Опытные, с ними можно agile начинать. Так, как видно, хорошую работу тестировщика. У верстальщика мы видим верстку, у прогера – high load, back end. А у тестировщика? Смотрите, хорошая работа тестировщика на самом деле оценивается очень легко. Человек со вкусом, либо менеджер, либо вы, как руководитель, допустим, студии, либо как клиент, вы должны сесть вот так вот и посмотреть на ваш проект, на веб-сайте, и походить по нему. Если у вас ничто не цепляет и не вызывает ужасное чувство, понимаете, что вы, как бы, занимаетесь ерунтой какой-то, и, ну, то есть не должно быть потеков масла, стружки, каких-то глупостей, каких-то детских решений. Проект должен выглядеть, как я говорю, приятно пахнуть и выглядеть опрятно. Опрятность должна быть. Ну, я не знаю, это от природы, я это ощущаю хорошо. Я вижу, например, что на сайте два разных шрифта используются, в двух одинаковых блоках. Это все, это расстрел. Я вижу, что поникла ошибка, например, дурацкая, которая техническая, которую не должен увидеть клиент. То есть посмотрите на систему глазами женщины, глазами придирчивой женщины в магазине, выбирающей себе одежду. Посадите женщину и попросите ее протестировать. Она вам найдет столько вещей, глупостей там, столько ошибок. А если она не будет находить ошибки, она будет говорить, слушай, это классная штука, она понимает меня, она разумная, то это хороший тестировщик. То есть вот как проверить тестировщика. Просто посмотреть на продукт, который показывается клиенту, просто посмотреть, перед тем, как показать клиенту. Вот так. Ну, естественно, есть там, можно оценивать метриками багов, можно оценивать количеством багов, там, critical, не critical, там, ну и так далее. Ну, еще можно оценивать методом количеством автоматизации. Сколько в отделе тестирования у вас есть автоматизированных кусков? Какое покрытие кода тестами есть? То есть, какие тесты есть, функциональные, либо юнит-тесты, в каком объеме, как следят за документацией в коде, как следят за стандартами проектирования. Это QA. То есть, так можно оценить. Но на самом деле это сразу видно. Вот уровень качества продукта видно сразу. Вы берете, начинаете работать с продуктом любым, качество видно сразу. Юзабилити может хромать, либо юзабилити хорошее внутри говнокого. То есть, видно, что архитектура дурацкая, сделанная программистом для программистов. Я не знаю, это видно с опытом, это очень легко увидеть качество. Сразу видно качество разработки, сразу видно уровень программистов, сразу видно качество глазами клиентов. То есть, снаружи проект конфетка. Вот конфетка должна быть. Вот передаться не к чему. Это классный проект. Классный тестировщик сидит. Классный QA. Если там у вас баги сыпятся, вот это вот, ой, спасибо за баг, сообщите нам о баге. Это такая бета кровоточащая, беспрорывная. То есть, такой подход есть. То есть, если у вас сервисы в качестве бета на продакшене, это значит, что компания не хочет тратить денег на тестирование. А тестировщик это вы, клиенты. Но иногда это важно. Дело в том, что сейчас очень много бет в продакшене. И, как бы, есть такой сдвиг в разработке. То есть, считается, что лучше все-таки не тратить деньги на тестирование, а собрать фидбэк с клиентов, выпустив нормальный продукт в более-менее нормальном качестве, и сделать его лучше для клиентов. Это бета. Бета в интернете. И таким образом, ну, это такой подход есть. То есть, да, вас используют как в роли мышей-тестировщиков, да. Вы тестировщики, да. Люди-тестировщики. Не хотите, не пользуйтесь. Такой подход тоже есть. Ух. Теперь. Как, сейчас. Как регулярно и автоматизируем тестировать критическую функциональность боевой сайта? Отправка формы, оформление заказа, интеграция, захламление боевой базы. Ну, как? Так. Функциональные тесты пишутся. У нас на бете 24 несколько тысяч функциональных тестов. Вы проверяете эти вещи. Да, вы будете базу захламлять. Да. Ну и что? Удаляйте за собой тестовые вещи. Просто пишите тесты. Понимаете, если вы хотите проверять не на бою, а на тестовом окружении, вам нужно будет потратить много денег на создание тестового окружения. Это должна быть идентичная операционная система, идентичная версия PHP, идентичная настройка сети, идентичная настройка Unix. Я сейчас вам столько перечислю вещей, которые должны быть. Вы просто будете тратить кучу денег только на то, чтобы не захламлять базу на бою. Вот и все. Поэтому на бою тестируйте. Функциональными тестами. Если есть лишние деньги, сделайте тестовый стенд, тестируйте на нем. Если еще есть лишние деньги, пишите больше функциональных тестов. Если еще есть лишние деньги, пишите юнит-тесты, которые очень любят писать разработчики. Я их прекрасно понимаю, я сам их пишу. Если никто за этим следит за мной, я буду писать обязательно юнит-тесты, потому что это нужно. Это закрывает мою задницу, прошу прощения. Любой человек стремится, чтобы он был закрыт. Поэтому если есть деньги, то можно делать. Ну, опять же. Дальше. Тогда, получается, тестировщик должен требовать команды, чтобы они правили его репорты. Чтобы они правили репорты. Конечно, не он должен требовать, а он должен, его начальник должен не прогибаться, а должен говорить, так, что за фигня техническому директору. Так, иди сюда. Да. Шесть баг-критиков репорта висит. Понимаете? То есть, в компании, понятно, все компании занимаются бизнесом. Задача компании – заработать деньги. Естественно. Для этого компания создавалась, веб-студия создавалась. Но, деньги – это все не должно к вам относиться. Пусть деньгами занимаются менеджерами по продажам, пусть они занимаются планами, там, знаете, вот эти, прибылями, мыбылями, там, это их работа. Заработать деньги – это ни к вам не относится. Вы – инженеры. Технический директор, его задача – разрабатывать качественно в срок, по возможности. Тестировщик задача – тестировать то, что разработал руководитель отдела разработки, его команда. Если кто-то из них начнет прогибаться, будет плохо. Это предательство в бою. Это предательство, понимаете? Не должно быть такого. А вот за этим всем, вот они между собой делают систему, за этим должен следить уже, то есть, там уже бизнес-менеджер, который может ресурсами... То есть, ребята, я вас понимаю. Да, ребята, тестировать надо. Ребята, протестируйте все, что сможете. Ребята, вот вам день на тестирование. Ребята, вот вам два человека на тестирование. То есть, он понимает, что вы не можете при данном финансировании нормально все протестировать сразу. Вы не можете все разработать сразу в срок, чтобы не тормозило. То есть, когда есть подход на основе баланса, то есть, вас бизнес ограничивает ресурсами, вы выжимаете из ресурса все, что можно, порционально. Но при этом вы говорите – качество 75%. Бизнес говорит, я тебя услышал, спасибо, качество 75%. О чем это говорит? О том, что, когда клиент скажет, что за херня, прошу прощения, что за фигня, я там, значит, баги нашел на сайте. А бизнес говорит, я понял, поправим. Он не прибегает в истерику, не кричит, что такое, что такое, откуда баг на сайте взялся, что это такое. Он понимает, 75% качества. Хочешь 100% – плати. Плати больше, бюджет увеличив в 2 раза больше. Тогда будет качество 100%. То есть, когда есть взаимопонимание бизнеса, рукозработки и тестировщиков, все нормально. Тогда, ну как в бою, ну ранили, да, чувак, да, иногда могут убить. Но это бой. Все друг друга понимают, и никто не занимается перфекционизмом, что я баг нашел, я баг нашел, истерика, понимаете. Такого не будет. Итак, идем дальше. Если дело найти баг, одно дело найти баг или ошибку верстачки, то это дело добиться его исправления. Ну, извините, добиться исправления – это вообще не ваше. Вы эксперт, вы нашли ошибку. Кто будет добиваться? Какая вам разница? Это должен добиваться руководитель проекта. Просто если, вот, то есть научитесь мерить руководителя проекта количеством неисправильных ошибок. Понимаете, у них есть баланс. То есть, если есть неисправильные ошибки, за это отвечает руководитель проекта. Он, у него бюджет, у него ресурсы, у него бюджетные ресурсы, он занимается проектом, у него. Либо у функциональных менеджеров, руководителя отдела, тестирования, разработки и так далее. За неисправильные баги кто отвечает? Ресурсы. Нет ресурсов исправить. Потому что, ну тогда, значит, проект будет сыпать багами. Вы просто не берете ответственность. Вы нашли баг, все, ваша стоимость чиста, вы святые. Что, что они не справляют, вам-то что для этого? Вы свою задачу сделали. Это уже политика там дальше начинается. Следующий вопрос. Вопрос, который я периодически задаю на конференциях. Как можно покрыть тестами Bittrex? Как мне дать ее тестирование? Bittrex не надо покрывать тестами. Мы занимаемся тестированием Bittrex. Bittrex тестирует свой продукт. Когда вы хотите покрыть, наверное, свой веб-проект, не надо покрывать его тестами. Это дорого. Тестируйте. Вот вы делаете проект на Bittrex. Что это значит? Это значит, вы добавляете немножко своего кода, немножко своей верточки, немножко своих компонентов к ядру Bittrex. Это ваш проект. Покрывайте сначала его функциональными тестами. Базовыми. Начните с самого верха. Самый базовый функциональный тест. Какой? Не оформлять у клиента заказ. Это надо проверять. Дальше там. Сбрасывается корзина. Да. Дальше. Не работает авторизация, регистрация. Это серьезный веб. Все остальное менее серьезно. Поэтому по мере бюджета вы как бы пишете наиболее важные тесты, потом меньше, 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 меньше. Не ставьте цель покрыть все тестами. Если вы даже все покройте тестами. Что значит все? Я сейчас вам столько сценариев напишу, даже к веб-сайту. Таких сценариев невозможных, что вы будете год эти тесты писать и потратить весь бюджет, и все равно клиент, блин, найдет ошибку, которую мы не успели предусмотреть. Не надо заниматься вот этим, все тесты написать. Не напишите никогда. Пишите основные тесты. Это и дешево, и сердито, и эффективно. Как не дать юнитестирование? Зачем не дать юнитестирование? Юнитестирование вредно. Юнитестирование используется в компаниях-разработчиках типа Microsoft, Oracle, Bittrex частично где-то в каких-то областях. Это очень дорогое удовольствие. Юнитесты пишутся для того, чтобы код тестировал код. Например, если код библиотеки. Например, вы пишете базу данных на PHP. Вы часто пишете баз данных на PHP? Я думаю, никогда не писали. Если вы пишете какую-то библиотеку, математическую, если вы пишете какую-то там сложную логику, которая там считает, что-то какая-то математика, какие-то скидки, вот тогда юнитест можно писать. Потому что вы забудете эту логику, и у вас остаются только тесты, которые ее проверяют. То есть, тогда они нужны. Они позволяют вам держать качество на достаточно высоком уровне. Они стоят дорого. Ни в коем случае веб-проект не суть эти юнитесты, которые любят разработчики. Ни в коем случае. Для того, чтобы писать и было мало багов, не надо писать юнитесты. Это не обязательно они. Надо писать код ясный, чистый, модульный, разбитый на классы, с использованием шаблонов проектирования. Тогда багов будет очень мало, и они поправляются очень быстро. Все. И тесты не нужны. Если код написан правильно, аккуратно, не нужны юнитесты, поверьте. Хотя сейчас разработчики, я уже слышу, кидают помидорами, что за фигня. Я говорю вот по опыту. Не надо тратить время на это. Как определить, что входит в эти 70% качества, а что нет? Это очень сложный вопрос. Это тоже политический вопрос, что входит, что не входит. Но входит всякая мелочевка. То есть ядро будет работать, данные основные будут, финансовые данные не будут теряться, скидки будут считаться правильно, верстка будет подключивать где-то, возможно. Какие-то будут шероховатости. То есть какая-то мелочевка будет. Ну вот вы, например, садитесь в... Вот у вас боевая машина пехоты, да? Ее задача это закрыть броней и там наступать, там из нее еще можно стрелять. Если вы там на стружку найдете, да, клиент найдет стружку в боевой машине пехоты. Он там не найдет кожаную обивку сидений. Он там не найдет прикуриватель, скорее всего, да? Он там... Он будет прикуриватель от дыры в броне, которая еще плавится, да? Ну то есть, я понимаю, о чем я. То есть базовые вещи обеспечения там боевых... боевых возможностей машины будут... Ваш проект будет обеспечивать, да? Он должен обеспечивать 75% качества. А вот эта всякая шероховатость, да, там... Презервативов там не будет, ящики, там, дополнительных данных. Этого не будет, да. Это не люкс-машина. Этого не будет. И это нормально. Часто это нормально. Идем дальше. По поводу юнитестов. Мне хочется знать, что компоненты выдают корректные данные в процессе разработки и поддержки. Ничего не сломалось. Тогда как точно тестировать сайт? Смотрите. Хороший вопрос. Компонент, правильные данные. Ну, я вам рекомендую так. Если это сложный компонент, если он критически важен для вас, если это прям такие финансы и так далее, и тому подобное, ну, вы можете сделать режим компонента, когда он отдает данные в JSON. То есть, вы даете ему ключик, а он в ответ возвращает JSON. И вы это JSON парсите и проверяете. Я такое делал для сложных компонентов, где там была математика, расчет, там деньги шли. А для ширпотреба каталог какой-нибудь там, список новостей. Вот это всякая вот эта юридистика. Там такие вещи можно и не писать. Вы просто кодите модульно. И дальше делаете компонент и вот тестируете код функционально. А вот уже внешние вещи, ну, если это очень критично, и это компонент смотрит генеральный директор, то пишите к нему тест. Если нет, я не рекомендую тратить время. Ну, баг ватрепортит, поправите и все. Главное, чтобы этот баг, когда его управили, вот, послушайте внимательно. Главное здесь что? Чтобы при исправлении бага не сломалось что-то еще. А вы скажете, а, вот тогда и тесты нужны. Нет, не соглашусь. Тесты все равно все не выявят. Вот если вы пишете код модульно, либо разбивайте на функции разумные. То есть, у вас нет простынок по 5000 строк в коде, по 2000 строк. Они бывают, у меня тоже бывают. Но правильнее и правильнее писать код, разбивая на функциональные кусочки либо на классы и методы. Вот когда код разбит на кусочки, то написан с прикладыванием мозгов и с шаплоном проектирования, то он устойчивый. То есть, изменение в этом коде чаще всего не введет к катастрофического изменения там, поломки всего остального. Потому что он написан формально структуризм. И если вы за этим следите, то у вас проект скорее всего не сломается. И на этом можно успокоиться. Так, идем дальше. Значит, мы кратенько сейчас посмотрим Agile Manifest. Я специально хочу вам его показать, чтобы не было такого ощущения, что Agile решит все наши проблемы. Вот если, вот прочитайте, пожалуйста, о чем тут написано. Ну, суть Agile Manifest в том, что разработчики идут на встречу к клиенту, на встречу с клиентом, на встречу к клиенту они идут. Они хотят его понять, хотят его услышать. Клиент действительно хочет решить задачу. У клиента нет задачи потратить деньги и списать бюджет. Его задача создать сайт, который красивый, нравится. А вы хотите ему помочь. И вы идете на встречу. В этом, в принципе, суть Agile Manifest. И вы коммуницируетесь, вы общаетесь, вы доверяете друг другу. Решение задать. Он вам доверяет, а вы доверяете ему. И об этом будет Agile Manifest. Если вы дальше почитаете, то начинаются всякие страшные вещи, типа изменять требования можно, мы будем требования, то есть клиент может менять требования, Agile говорит, да, мы рады, что вы меняете требования, мы готовы это реализовать. Для нас основная цель у Agile-листов это удовлетворение потребностей заказчика, надо общаться между собой и заказчиком. Надо А. Обратите, пожалуйста, внимание на два последних пункта. Это, в принципе, основное, что я хотел сказать. Первый пункт это постоянное внимание к техническому совершенству качества повышает гибкость проекта. Говорит о том, что чтобы работать по Agile, нужно программировать хорошо. А хорошо программировать, это значит программировать не быстро, это объектно ориентированно, либо функционально, это писать юнит-тесты на сложные куски кода. Обязательно. Ну, когда сложная логика появляется, она не всегда появляется написать юнит-тесты. Это значит писать документацию к коду. Понимаете, что значит качественно программировать? И качественно верстать. Спросите у Ресальцев, что значит качественная верстка? То есть, качественная верстать, значит, бардака не должно быть, помойки в коде не должно быть и верстки. Это первое. Второе, над проектом должны работать мотивированные профессионалы. Мотивированные, это не обязательно деньгами. Я вам говорил, это условия работы, это отношение к людям, это порядок на работе, это вот, ну, нет депрессоника. То есть, нет людей, которые вот могут на кого-то наорать, оскорбить. Такого в компании нет. Тогда у вас уровень мотивации будет высокий, и тогда люди будут работать и не уходить. Им будет нравиться просто работать у вас, и они пойдут на большую зарплату туда, где их будут унижать, или они будут работать в корзину, или там поедут в Москву, и будут как зомби-роботы ходить в метро толпами утром и обратно, и вечером. Вот. Но это, возьмите внимание, профессионалы. Без профессионалов agile не работает. Это должны быть люди опытные. Без профессионалов нужно писать ТЗ. Если у вас студенты, нужно писать ТЗ. Если у вас ребята учатся, хорошие ребята, девочки, мальчики, все как бы, нравится студия, нравится все как бы, нравится веб, нравится битрикс, но они не опытные, надо писать ТЗ. Без agile, без ТЗ, вы просто, если у вас проект простой на битриксе, вы выживете. Если средний проект, вы выживете с большой вероятностью, если проект серьезно, средний и большой, вы просто погибнете. И там нужно писать ТЗ. Дальше я еще об этом скажу, у меня есть замечания. Итак, а если использовать зависимость или жить без тестов? Не совсем понял вопрос. Так, как жить без тестов? Так, давайте дальше пойдем. Значит, ну тут кратко, я этот слайд уже показывал в предыдущих презентациях. Здесь говорится о практиках agile, но суть такая, суть простая, что нужно коммуницироваться. И должны быть профессионалы, и надо итерационно моделировать, надо итерационно моделировать, сразу не заниматься усложнениями, то есть, как бы, где то есть итерационно моделируем, документируем исполнимые спецификации, то, что должна быть, код должен быть понятный, ясный, и необязательно. Единый источник информации, это вики, вот, вперед заглядывать нужно, почувствовать архитектуру. И Active Stakeholder Participation, это о том, что клиент активно участвует в проектировании, отвечает на вопросы, это очень важно. Ну и тут есть тест-драйвинг-дизайн, конечно, вот там тест-драйвинг-дизайн, что есть в проекте тесты, и они позволяют вам хотя бы не заблудиться, не запутаться. Конечно, тесты-то хорошо, конечно, с ними гораздо лучше, но это просто дорого, и поэтому я пытаюсь сказать, что если у вас нет возможности писать тесты, ну нет возможности, хотя, конечно, они нужны часто. Если нет возможности, пишите модульно, пишите модульно код, и просто развивайте культуру программирования, чтобы люди писали аккуратно, и тогда боль от отсутствия тестов будет минимизирована. Так что, идем дальше. Значит, экстремальное программирование, ну тут тоже практики экстремального программирования учат нас тому, что опять рефакцию надо делать постоянные. Рефакторинг о том, что код должен быть чистый и понятный, красивый. За этим нужно следить. Но опять же, видите, мы говорим о техническом совершенстве. То есть, чтобы работать гибко с клиентом, должны быть профессионалы, которые пишут нормальный код, и система от нее пахнет приятно. Она не заванивается говнокодом. То есть, нет такого там, что человек напрограммировал, потом уволился, и этот кошмар потом тянется из проекта в проект. Никто не понимает, как это работает. Понимаете? То есть, возникает фигня, короче, такая. Вот. И, как бы, такого быть не должно. Дальше. Владение кодом, стандарты кодирования должны быть общие. Суценейбл пресса. То есть, людей нельзя выжимать все соки. То есть, люди должны работать в ритме, при котором они могут работать бесконечно долго. Ну, то есть, там, 5-часовая рабочая неделя, 5-часовая рабочая неделя. Вот. И, значит, ну, то есть, понимаете, если люди гнать, они долго не пройдут. Поэтому в XP это надо идти вперед с одинаковой скоростью. Continuous integration. Это есть низкоуровневое программирование. Вот. Значит, игра в планирование. Там, это мы отдельно. Я на прошлой признации рассказывал про это, про планининг покер. Я сейчас не буду рассказывать. Но это, как бы, немножко не относится к теме. Мы сейчас, значит, значит, тестировали. В общем, весь этот agile, это создается продукт-бэклог. Потом делится все на спринты. Набираем спринты, основные фичи. Делаем. В общем, выпускаем. Дальше собираемся, обсуждаем, кому печенек не хватило, кому кофе не хватило. Вот. Обсуждаем, что можно сделать лучше. Это классная методология. Она очень красивая, но... Ну, Scrum, в том числе, это один из, как бы, реализаций agile методологии. В Scrum спринты... В Scrum какая проблема? В Scrum непонятно, как тестировать. Как тестировать, вот реально непонятно. В Scrum, вообще, в Scrum, в XP, все-таки предполагается, что люди пишут тесты. А как тесты не пишут, это дорого. Ну, понимаете, какая вот интересная ситуация в веб-студии. С одной стороны, внедряют Scrum, а с другой стороны, не дают время писать тесты и нормально программировать. Понимаете, что происходит? Это ерунда. То есть, Scrum это что такое? Это прогиб под бизнес. Scrum это реальный прогиб под бизнес. Потому что Scrum, это раз в две недели результат, минимальный маркетинг и фичи, и так далее, и подобное. Такой маркетинговый флуд начинается, что программисты пишут, а бизнес продает. А писать надо хорошо. Если вы будете плохо писать, у вас эта штука не взлетит. Она будет кровоточить багами потом, все больше и больше. Поэтому мы... И вот получается, в первой итерации мы получаем вот это. Вот такой спринт у нас будет. В agile с непрофессионалами. Во второй итерации мы получаем вот это. Ну, уже две кучи. В третьей итерации мы получаем вот это. Что же творится-то? А все творится потому, что внедрили agile и не подумали о тестировщиках, не подумали, как людей включать. А потому что в спринте места мало тестировщиков, их там нет. А тестировщики – это основа agile. На мой взгляд, контроль качества – это основная вообще вещь в agile. Мы читаем agile-нефест. Тестировщик нужен начать в agile. С чего? С стандартов программирования. Какие есть у разработчиков стандарты? Есть ли у них коды style? Как они документируют свой код? Как они работают с исключениями? Дальше. Тестировщик работает с общими вещами. Квейщик. Какие есть общие варианты решения задачи? Как сообщать о 14-14 странице? Как валидировать данные веб-форму? Ну, то, что мы говорили, да, есть общий набор решебник. Как решать такие-то задачи, как это решается, там, такой-то страничка, какие-то сообщения. То есть, тестировщик следит за заполнением базы знаний, используемых, ну, как бы, решебника, да, как решать задачи типично. И он следит за тем, чтобы менеджеры, проектировщики, разработчики и верстальщики использовали оттуда эти решения стандартные, проверенные. Тестировщик, квейщик следит за тем, что используются стандартные библиотеки. Он следит за тем, чтобы использовать стандартные возможности битрикс к отделам разработки. Они не выдумали что-то свое. Разработчики, потому что они творческие, умные, интересные, Они любят много писать кода, они любят писать код. Они не любят писать на битриксе. На битриксе скучно. Компоненты, модули, ну ничего там, верстку повтыкал. Ну им хочется свободы, романтики, понимаете. А к сожалению, чем больше они программируют, тем больше багов вы потом найдете. И поэтому надо, конечно, давать разработчикам иногда возможность попрограммировать, написать какое-то решение, какую-то библиотеку для компании, какой-то модуль для битрикса классный. Это да. Вот, кстати, если вы пишете модуль для битрикса, свой для компании, вот его неплохо покрыт тестами, да, действительно. Это окупится, потому что этот модуль, или модуль для маркетплейса битрикса, этот модуль вы можете потом продавать. И, как бы сказать, один раз написанный код с тестами, вам сэкономит кучу времени, нервов и денег на обеспечение качества. Вот, поэтому тестировщик участвует и там. Дальше тестировщик участвует на оценке на спринте. Он участвует в пленинг-покере. Он слушает, какие дают оценки и заранее продумывает, как они будут тестировать. Он смотрит юз-кейсы, он смотрит юзер-сторис, ну, есть юзер-сторис, да, есть и agile. Он пишет свои, там, составляет свои тест-кейсы. Либо в юзер-сториях там, с обратной стороны, написано, как тестировать, но он должен все равно подумать и подготовиться к этому. Он готовит эту структуру. Он отвечает в agile методологиях за definition of done. Это то, что, как бы, считается, что фича выполнена разработчикам. Тестировщик ее принимает. То есть, представляете, какая должна быть квалификация тестировщика в agile? То есть, она должна быть, даже, думаю, выше должна быть, чем у тестировщиков в водопаде. Представляете? Поэтому надо давать тестировщикам в agile гораздо больше бюджет, гораздо больше возможностей. Иначе будет вот такие вот, прошу прощения, три кучки. И это не моя фантазия. Я внедрял agile в крупной компании. Я видел, что происходит там. В agile работал, хорошо работал на, скрам точнее, на маленьких проектах, на битриксе. Он прекрасно работал на средних проектах. И совершенно не работал на больших проектах. Точнее, на проектах выше средних и больших agile не работает. Нужны профессионалы. Нужно переставить вообще инфраструктуру. И там работает ТЗ. И вот, получается, что, ну, про это мы поговорили. Как можно еще снизить боль от того, что не дает время на тестирование, особенно в agile. Ну, вот, ну, что можно... Обязательно баги надо регистрировать. Вы, наверное, сами знаете. Задача тестировщика – найти и зарегистрировать баг. Должен быть минимум как баг-трекер. Я думаю, это у всех есть, но это не всегда поможет. Стендапы тоже не всегда помогут. Плэннинг-покер не всегда поможет. Ретроспектива тоже. Это я как бы, тут некий депрессняк. Что же делать, как же быть. Как же быть в agile. Так, к сожалению, у меня вопросик. Стоп, 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 стоп. А мы используем... Можно вопрос про инструментарий. Подходит ли код deception, чтобы покрыть самый важный кусок сайта на битрексе и юнит функциональными тестами? Я не смотрел этот продукт. Ну, возьмите PHP-юнит примитивный. Пишите в PHP-юнит. Там, ну, у меня он элементарно пишется. Либо просто скриптик напишите, который производит тестирование. Не цепляйтесь к этим названиям. Есть там Java-юнит, PHP-юнит. Да есть. Вы сами этот PHP-юнит напишите. Еще момент. Я забыл сказать. Ассерты есть. В PHP есть механизм ассертов, который можно выключить на бою и включать на при разработке проекта. То есть, к сожалению, слайда у меня про это нет. Я расскажу быстренько на словах. В объектно-ориентированном программировании, который, я надеюсь, вы уже используете, потому что мы сами используем D7 уже. Мы идем в этом направлении активно. Я вам рекомендую, чтобы повысить качество кода в проектах, используйте объектно-ориентированное программирование. Обязательно. Следите за этим. Но перед этим обязательно, чтобы люди прочитали книжечку хоть одну по шаблонам проектирования. Если они книжечку не прочитают, они будут несколько лет наступать на ошибки и писать уже уродливые классы, которые не решат ваши проблемы. В объектно-ориентированном программировании есть один из принципов. Это проверка инвариантности объекта. Это проверяется, что объект вы не сломали. Вызывав набор методов, объект находится в консистенции состояния. Это делается каким-то внутренним методом. Просто помните себе, это называется проверка инварианта. Его можно делать с помощью механизма ассертов в PHP, который можно отключить на бою, чтобы он не сильно влиял на производительность. Ну, не влиял на производительность, он не будет влиять. Следующий момент – это предусловие в методах. Проверяйте в методах публичных всегда, protected method и private method объектов. Ну, публичных всегда проверяйте входные параметры и кидайте exception, если что-то не так. Таким образом вы быстро тестируете всякие глупости и нелогичности в вашем коде. Проверяйте. Если вы не будете проверять входные параметры, у вас эта ошибка и дурной входной параметр может начать путешествовать по классу, по массивам. И вы потом будете ловить ошибку в разных неожиданных местах, в базе и так далее. Что касается защищенных методов и закрытых методов, то там полезно проверять входные параметры. Это, конечно, повлияет немножко на производительность. Но, поверьте мне, это, как правило, не повлияет на производительность сильно. И это зато повлияет сильно на качество кода, оно улучшит качество кода. Вот. Ну, минимум, что можете проверять хотя бы, если у вас критичный код для производительности, то проверяйте хотя бы ассертами, проверяйте инвариантность параметров в методах, в protected method и private method и отключайте это на бою. Это очень сильно поможет. Я это делаю. И используйте механизм, естественно, исключений. То есть в PHP, ну, по-моему, уже, ну, вот, вы когда необъектную модель стали развивать, я, по-моему, с пятой версии, механизм, и даже четвертый, механизм, с пятой исключений появился. Этот механизм вообще используется очень широко в других языках программировая. Потратьте, пожалуйста, с разработчиками время, чтобы понять, что это такое. Это позволит сделать код чище, прозрачнее, яснее. И он будет обучаемый, потому что все исключения вы будете обрабатывать в одном месте, вот. А код будет читаемый, вы не будете проверять, там, как что-то там внутри отработало, не отработало, постоянно ифами. То есть у вас не будет такой дикой простыни, как часто бывает, к сожалению. Код будет выглядеть чище. Так. А если есть возможность писать тесты, то как? Битрикс очень сильно мешает этому архитектурно. А зачем вам... Нет, а почему тут Битрикс? Зачем вам писать тесты к Битриксу? Битриксу мы занимаемся качеством Битрикса. Вы пишите, делайте модуль для Битрикса и тестируйте ваш модуль вашими тестами. Пожалуйста, какие проблемы? Создаете PHP-юни, создаете ваш объект, МОК-объект делаете и тестируете. Это работает. Работает нормально. Да, компоненты вы так сильно не потестируете, потому что в Битриксе нет возможностей, нормальных возможностей юнитестирования компонентов. Но для этого есть простой рецепт. То есть вы всегда можете из компонента отдавать JSON и тестировать JSON кодом. Я так делал, когда у меня были сложные компоненты. В принципе, она решается. Да, она архитектурно не решается, но она решается так. Так. А как же часто встречаются рекомендации использовать исключения как можно реже? Я не знаю, где вы встречали такую рекомендацию. Исключения – это принцип хорошего тона в программировании. Исключения позволяют, они, как бы сказать, иначе вы будете вынуждены проверять выходное значение из метода каждый раз. Представляете, на что вы себя обрекаете? Вы будете проверять, как все когда-то делали, каждое возвращенное значение из функции. У вас код превратится и в ZEN, и в ZEN, и в ZEN. Весь код будет и в ZEN. Исключения позволяют от этого кошмара уйти. Вы пишете ясный код, в котором проверяете только необходимые вещи в функциях, и считается, что все работает хорошо. Как только у вас что-то пошло не так, у вас вылетает исключение, которое обрабатывается в обработчике кетч, и там вы его логируете. Таким образом, ваш код чистый, ясный и прозрачный. Он читается легко, он не простыня из ZFZN. Я на Java пишу давно, исключения использую очень активно. Но их надо научиться использовать. Вот в этом-то и сложность. Надо учиться их использовать правильно. А так, я считаю, это прогресс. Исключение – это прогресс. Так, идемте дальше. Коллеги, у нас еще вот так. И, пожалуйста, троллите меня дальше, задавайте вопросы. Ну вот, фактически в данный момент презентации, мы пришли к вами в колесу Окигахара, либо вышли на мост Золотые ворота. Это самые частые места для самоубийств. Потому что пока как бы непонятно, что делать. Agile – нужный профессионал, да? А для того, чтобы правильно все обеспечить качество, нам нужно писать большой ТЗ, и мы просто вылетим в трубу. Так, значит, мне тут пишут, что… Так, идем дальше. Значит, о чем мы говорим? Все-таки на самом деле можно вырулить Agile и писать качественно, да, и писать на Bittrex. О чем я уже говорил? Это люди-профессионалы, которых надо растить, и которым создавать мотивы, создавать условия в студии. Либо это даже не профессионалы, но очень опытные сотрудники. То есть, один из критериев успеха в веб-студии на Bittrex – это удерживать людей, опытных, которые знают Bittrex хорошо. Это они могут плохо программировать, они могут не знать ООП, они могут там не блистать знаниями в области компьютерного сайта, алгоритмов, машинного обучения. Но эти ребята очень хорошо знают Bittrex, и пишут хорошие функции, и хорошо знают PHP, и этого достаточно часто для того, чтобы быть счастливым в Agile. Это люди, они могут хорошо стрелять из пистолета, и не умеют стрелять из автомата, но из пистолета они стреляют очень далеко и хорошо, поэтому их надо беречь. Это профессионалы. Они не умники, они профессионалы. Вот, дальше. Грамотное лидерство. Ну, о чем я уже говорил, круглая компания, чтобы люди не уходили, нельзя на них давить, строить. Люди вообще не застроить. Строят в армии и строят в ЖЭУ, при уборке мусора гастарбайтеров. В веб-студии не застроят людей. Надо относиться к людьмам, находить ключи к каждому, и открывать потенциал каждого. Это задача и руководителя менеджмента. Если не так, люди, мозги от вас сразу утекут. Атмосфера доверия, уже говорил. Очень эффективные коммуникации. Это доски. Доски должны быть везде. То есть не пишите письма, не пишите файлики. Файлики можно кидать, диаграммки полезны кидать. Ну, просто научитесь, повесьте везде доски, подходите к ним и рисуйте на них. Это позволит сэкономить кучу денег на коммуникации. Потому что один раз что-то нарисовав, вы сэкономите кучу времени, чем это все описать, естественно, понимаете. Об этом говорит весь Айджайл. И говорит, я вам диаграмму до этого показывал. Это диаграмма из книг по Айджайлу. Это известный автор. Я бы презентацию скачать и почитать. Я там ссылочку дал, кто это. Вот. Значит, маркетинг не нагребает сотрудничество. То есть маркетинг в данном случае не должен выступать эстетичной дурой, склонной к суициду и скрыванию вен. Маркетинг должен выступать как мотиватор для вас. Он должен говорить, ребята, я могу это продать. Ребята, я могу это продать. Ребята, если вы это сделаете быстрее, я могу это продать. То есть вот маркетинг. Он мотивирует разработчиков. Он для них глоток свежей воды, а не дура истеричка. Бегает и орет, что там продавать. То есть иногда к маркетингу сейчас какое отношение? Иногда отношение, что маркетинг – это люди, которые то ли врут, то ли понтятся. То есть говорят кучу фраз, в которых они ничего не понимают. Иногда так. На самом деле задача маркетинга – это соблазнять и нравиться. Это офигенно мотивирующее подразделение. И вот такой маркетинг, да, он будет мотивировать веб-студию. Хорошо. И технологический маркетинг. Ну, про agile, в общем, про управляемые требования я уже рассказал. Это user stories, где пишем что на языке клиента, а с обратной стороны пишем, как принимать это. Такие требования навешиваются на стенки. Возникают проблемы, когда требований много. Когда можно их собирать в вики. Когда требований много, их можно расклеивать на большие стенки. Есть понятие story mapping. В agile эти проблемы решаются. Но если у вас очень большой проект, то с agile может быть туговато. Но тем не менее не отчаивайтесь. Если у вас большой проект agile и scrum, вы мне напишите. Я расскажу, как у меня это получалось решать. У меня был большой проект, в котором было несколько тысяч user stories. Представляете? Довольно тысяч фич. И там тоже можно выживать. Все решается. Просто напишите. Вот. Ну вот матрица зависимости. Опять-таки, смотрите. То есть, с одной стороны, спрашивали меня коллеги в вопросах. А что делать, если есть зависимости между модулями, и ты не всегда их можешь отслеживать. И как, вот если разработчик тут поправил, где потом проверять? Это хороший вопрос. И когда писать, если софт пишется правильно, то создается матрица зависимости. Кусков кода друг от друга. Это очень дорого, естественно. И это делается только, например, в штатах для фармацевтической промышленности, где цена ошибки – это жизнь человека. И в ядерных станциях это используется. Но это дорого делать. Но есть другой способ. Надо просто громко сказать, ребята, а вот если тут поправить код, где это может отразиться? И оказывается, что люди с большой вероятностью назовут место, где что-то может сломаться, где нужно что-то проверить. Это agile. К сожалению, 100% гарантии вы не получите, но вы получите очень на высоком уровне оценку. Если это люди у вас работают давно, и у вас текучка кадров низкая. Люди помнят, что было сделано там-то, и скажут, Саш, посмотри, вот там-то, проверьте так-то. Это действительно, это узаконная технология, она действительно работает. Она называется эффективные коммуникации, память человека и, ну, эффективные коммуникации, что это называется, и модульная программируемая. Идем дальше. Как же в agile выживать? Во-первых, должна быть вики, конечно. Инструмент для того, чтобы вы там собирали требования к проекту, ввели проект там. Не дозвонить письма, почтовый ящик, который вы не читаете. Должен быть вики, который каждый может прочитать. Алгоритмы вы можете более формально описать. Или блок схем, там, юмор, активити, теограмм. Сущности мы уже рисовали. Если вам нужно в каком-то сложном проекте нарисовать сущности, вы описываете их в виде UML объекта диаграммы. Значит, динамические последовательности UML секвенс диаграммы можно описать, но, естественно, есть в глоссарии. Как еще? Как не потерять деньги, достигнув качества выжали? Не документируй код без необходимости. Пишите код, который можно понимать без документации. Это, то есть, стандарты кодирования и школа программирования внутренней, где пишется яжный чистый код, с которым приятно работать. Это надо учиться этому. К сожалению, я не могу все это сразу за один ребенок рассказать, но программисты знают, о чем я говорю. Код должен быть простым, понятным разработчиком. Если у вас есть умники, которые любят писать криптокод, это большая проблема для компании, особенно для Agile. То есть, горе от ума начинается. Код тестирует код, это к юнитестам относится, к функциональным тестам, они часто помогают, мы говорим об этом. Вот, пишите тесты с ума. Вот этот вопрос о том, что давайте все тестировать, ко всему писать тесты. Вы дойдете до этого. То есть, у вас получится то, что вы напишите кучу тестов, вам нужно будет их поддерживать, у вас будет в два раза больше кода, чем написано в проекте. Вам нужно будет, у вас начнут появляться баги в тестах, и вам нужно будет писать тесты к тестам, и так далее, и тому подобное. Начинается жуткий садомазохизм. Поэтому к тестам относитесь к умам. Тестируйте самое необходимое, и пишите модульно, красиво, лаконично. То есть, развивайте культуру модульности, культуру кода ИОП. Selenium – известный инструмент, который поможет нам в тестировании. Он помогает тестировать верстку и функционал веб-страниц, опять же, без фанатизма. Верстку частично можно протестировать, если верстка сложная, ее сложно протестировать. Тем не менее, если у вас, вы пишите какие-то модули для маркетинговых кейсов в Bittrex, допустим, то Selenium, я думаю, вам поможет. Взгляд планирования. Ну, тут кратко, я тут хотел сказать о чем. В том, что тестировщик должен участвовать при планировании и принимать участие в качестве. То есть, в КИИ также должен отвечать за качественную оценку. То есть, если вам оценивает менеджер, говорит, эта задача делается столько-то, я так сказал, это фигня полная, это профанация. Если вам оценивают задачку технический директор или руководитель разработки, это хорошая оценка, потому что, как правило, это опытные люди. Если у вас, вы можете оценивать еще с помощью agile, с помощью planning paper, когда разработчики выкидывают оценки, и вы коммуницируете с ними до тех пор, пока оценка более-менее сравняется. За счет этого, это хитрая методология, она заставляет людей коммуницироваться и общаться на тему задачи. Потому что обычно разработчики, к сожалению, это такие социофобы, социопаты, сами в себе, обычно коммуницируются хорошо менеджеры, а разработчики сами в себе. Так получилось, потому что у них сложная работа, они думают, математика, код и так далее, это нормально для них. А вот когда они коммуницируются, они могут оценить более-менее точно задачку. Поэтому коммуницируются. И тестировщик, кейщик должен создать условия, чтобы оценки навязывались не сверху, а оценки рождались правильные, адекватные в результате обсуждения задачи. Ну понятно, для того, чтобы оценить нужна компетенция, для этого вы людей собираете в кучу, и куча вам оценивает. Бывает неясная предметная область, тогда нужно подключать клиента. В agile очень важно, я уже об этом говорил, это термин active placeholder participation, когда клиент должен сидеть с вами и отвечать на ваши вопросы, либо быть доступен по скайпу, по имейлу. Тогда успех agile проекта на битрексе возрастает значительно. Если клиент прячется, включает дурачка, долго не отвечает на вопросы, надо менять его, идти к генеральному и общаться, потому что он просто вам запурит проект, такой менеджер, который не знает ответ на вопросы разработчиков к нему или менеджеру. Это страшная подстава. Надо сразу об этом писать, говорить, но при этом не терять свободу, потому что надо искать человека. Иначе, вот, что еще, тестировщик участвует в оценке, я уже сказал, вот, и надо выделять с точки зрения QE, ну, один, иногда два дня, если есть возможность, сложные требования на оценку на плейлинг-кокер, на проработку требований. Если вы увидите меньше времени, будут оценки от балды, естественно, вы потом, это все кажется на том, что тестировщикам не дадут время потестировать. Понимаете, такое тоже бывает почему-то. То есть, разработчики написали, они молодцы в шоколаде, а тестировщикам нет времени на тестирование. Что это такое вообще? Такого быть не должно. Поэтому участвуйте в QE, пожалуйста, в плейлинг-покере. Есть канбан еще в agile, но здесь как-то поспокойнее, потому что здесь люди, есть люди, есть роли, есть задачи, и человек сидит и показать, что не сделает, она дальше не уходит. Здесь, как бы, созданы условия, это не скрам, это не маркетинг. Так, канбан это действительно работающая методология, но здесь, на мой взгляд, она больше способствует качеству, потому что люди сидят и тестируют, а не просто их там гоняют, например, как в скраме, там, жесткие сроки демонстрации, люди, что могли, то ее успели потестировать, часто бывает. Какие еще риски в скраме, на которые вы можете нарваться, с качеством связанными? Риски следующие. Взаимозаменяемости людей нет. Чтобы люди в команде стали взаимозаменяемыми, нужно, должно пройти несколько лет. Обычно люди разные. Особенно это касается ресторчиков, разработчиков, DBF, сисадминов, дизайнеров. Ну, как там можно заменять их? В скраме вообще ориентирован на то, что каждый выбирает задачу, там можно задачи менять. На самом деле этого нет. В скраме обратить, в скраме говорит о том, что личности нет. Все равны. Полная фигня. В команде люди разные. То есть, с точки зрения отношения к людям, относитесь к людям одинаково, уважительно. С точки зрения постановки задач, имейте в виду, что все люди разные, каждому требуется специфический подход. Кому-то можно мотивировать одним, кому-то другим. Скрам эти гранини стирает, и там как бы все члены команды. Ну, просто скрам это больше коммунизм такой. Ну, осторожней с этим. Разная квалификация. В скраме могут затоптать слабого человека, потому что он реально будет несколько итераций болтаться под ногами, задавать глупые вопросы и тупить. Такое может быть, поэтому не ставьте слабых в скрам команду, в VGL команду. Просто растопчут. Разный опыт говорил. Раздачи нужно иногда назначать. Попробуйте скрам, но назначайте задачи самостоятельно, общаясь с людьми. Не пытайтесь. Сильные возьмут любые задачи, а слабые возьмут задачи убийцы и погибнут вместе с ними. И завалят вам спринт. Поэтому в компании желательно все-таки в веб-студии одного программиста, который умеет писать код нормальный, надо иметь. Настоящего программиста. Не веб-разработчика, а нормального программиста, который может писать код. Он просто может писать, на любом языке он может писать код нормальный. Вот это вот такой должен быть. Так. Ну тут у меня про то, что скрам это больше о спецназе. Команда все-таки должна быть сильная. Вот. Либо слаженная, либо опытная. Иначе ТЗ. При проектировании в VGL риски у нас, мы знаем об этом, да, все гибкие методологи без ТЗ чреваты чем? Чреваты тем, что если не уделять времени ТЗ проектированию аналитики, а бегать за маркетингом, то вот такие вещи могут быть страшные. Ну, я думаю, разработчики это знают. Я сейчас говорю к вещикам, что, ребята, если у вас сложная предметная область, и вы не делаете проектирование с разработчиками, не занимаетесь аналитикой, не создаете там модели данных, то, скорее всего, на выходе вот этого вот родится что-то страшное. Вот. Для обеспечения качества в VGL разработке в студии. Разработчикам очень неплохо, я уже об этом говорил, повторять паттерны программирования, особенно касается от объектно-ориентированного программирования. Мало, кто умеет писать качественно объектно-ориентированный код, потому что в PHP это только появилось недавно. В Symfony можно поучиться, да, писать классы более-менее разумно в ZM-фреймворке. Тоже неплохие примеры классов, но на самом деле золотой объектно-ориентированного программирования можно, хорошее, качественное, можно встретить только в языках, которые создавались за это, затачивались. Это C-Sharp, это Java. Вот там, ну и там в более ранних языках, там где это как бы, то есть, ему уже много лет объектно-ориентированного программирования. То есть, и в плюсах можно в некоторых библиотеках тоже найти качественное объектно-ориентированное программирование. То есть, если человек не просто веб-разработчик, а он копает шире вглубь, он будет писать хороший объектно-ориентированный код. Если он кроме PHP ничего не видел, он будет писать классы, божественные классы, либо классы-обертки, где там будут функции лежать. То есть, будет ерундистика. Поэтому, чтобы ребят подтянуть, необходимо начать с шаблонов проектирования, которые занимаются вычленением правильных объектно-ориентированных конструкций от неправильных. Рекомендую QI-щикам на это дело обратить внимание. Вот, поэтому, чтобы взлететь в QI-ли дешевле в срок и с нормальным качеством, лучше писать меньше кода. Лучший код, код которого нет. Надо писать как можно проще, не умничать в коде. И в верстке тоже. С опытом дается возможность разработчикам чувствовать точки расширения и писать такой код, который можно расширять. Либо писать такие, допустим, сущности, если вы пишете свои таблицы, либо используете инфоблоки. То есть вы чувствуете точки расширения и делаете просто, но так, чтобы это можно было расширить. Это распространенная практика. Вот. Опыт. Поэтому, как бы, к какому выводу я иду? Про тестирование в скраме я уже говорил, что время не выделяется, да, решение ломается, на глазах клиента лень тестировать. Я про тестирование пропускаю, но я это пропускаю. Вот. Про спринт. Ну, еще ужастиком из скрама скажу, что есть такие, были у меня проекты, когда итерации состояли из фич под названием исправление багов предыдущей итерации. Весь спринт состоял из этих багов. То есть баги сыпались с такой скоростью, что команда не делала фичи. Она ломала то, что сделала она сама. Ну, команда быстро фокапится. Это хорошо. Гибкая методология позволяет быстро понять уровень команды, способность ее работать с битриксом, способность, насколько она поняла хорошо техническое задание и насколько люди между собой могут коммуницироваться. То есть вы можете увидеть через 2-3 недели в agile методологии, допустим, в скраме, что команда реально не команда, а набор звезд, которые между собой ссорятся. И вы не излетите с этой командой. Это хорошо. Вот. Это про протестирование в скраме. Значит, про производительность я уже завершаю. Про производительность, нагрузчий, тестирование, безопасность, изменение настройки я уже говорил. Это QA на ранних этапах. Как тестируем мы? У нас много в проектах внутренних функциональных тестов. Часть модулей тестируется юнит-тестами. Я сам для своих облачных, я занимаюсь в компании облачными высоконагруженными сервисами, бигдатами, нейронными сетями. Я стараюсь писать для каждого проекта несколько функциональных тестов, стараюсь писать модульно, стараюсь использовать максимально строго объектно-ориентированную программированию, но без фанатизма. Использую их включения. Ну, я в основном на Java пишу, ну, если на PHP тоже использую исключения. Вот. Документирую код, если PHP это PHP документером. И стараюсь в библиотеках использовать максимально стандартный функционал. И вам это советую. Не берите на себя лишний ответ. Спешите как можно меньше кода. Вот. Ну, вопрос, откуда в веб-студии возьмутся настоящие программисты, мы уже, в принципе, об этом не знали. Вот. Понятно, что как их удержать. Понятно, что какие риски. Ну, какой вывод я хочу сделать? Первое, самое страшное, да, что нам грозит, если мы делаем серьезный проект на Bittrex и веб-студии, это горе от ума. Не надо умничать. Используйте стандартные возможности Bittrex. Там уже самое сложное, как правило, реализовано. Не лезьте в собственные модули, не лезьте в сложные собственные компоненты, не пишите собственные фреймворки. Возьмите там, не знаю, готовые там, Yi, Symfony, кусочек, воткните к Bittrex, если очень хочется. Не занимайтесь большой внутренней разработкой, вы просто убьетесь. Вы просто убьетесь это потом поддерживать. Изучайте Bittrex. Bittrex полон готовых решений. Да, в Bittrex есть чему придраться, но на мой взгляд Bittrex хорошая система. Это хорошая боевая машина, такая советская, русская боевая машина. Я имею в виду хорошее оружие. Bittrex это хорошее оружие для военных действий, для решения задач. В ней нет, может быть, кожаной обивочки, в ней нет противов лишних. Но это классная машина, которая обладает достаточной броней, из которой можно эффективно ввести огонь. Почему? Потому что в Bittrex лаконичная, строгая масса большой API. Это набор кристаллизованных код бизнес-решений. Взять модуль магазин тот же. Сколько надо было продумать вещей, товар, свойства товара, цена, скидка. Это куча бизнес-процессов, которые реализованы в API. Вы иначе будете это сами. Чтобы это самостоятельно написать, нужно заниматься магазинами несколько лет. Поэтому берите готовые бизнес-решения в Bittrex, берите готовые админки, берите готовые модули, берите готовые классы. Не нравятся стандартные компоненты? Пишите свои компоненты. Ничего страшного в этом нет. Главное, как можно ближе будьте к API Bittrex. Оно классное. Оно очень боевое и разумное. И проверено опытом. Вот. И минимизируйте свой объем кода. На мой взгляд, это самая лучшая практика, чтобы работать в бюджетах, в условиях гибких сроков, в условиях ограниченных бюджетов на тестировщиков, в условиях требований, возвращаясь к требованию клиента. То есть максимально сидите на Bittrex. Если не можете, то тогда, я уже сказал, объектно-ориентированное программирование, мотивация в студии, сильный QA, изучение шаблонных проектирований и хорошее настроение и позитивная мотивация. Коллеги, спасибо вам, что были со мной. Сейчас я постараюсь ответить на ваши вопросы. Итак, команда программистов Bittrex использует Mantis BT. Почему не исключительно Bittrex 24? Привычка или большое удобство? Почему Mantis? Ну, я думаю, удобная штука. Команда выбрала когда-то Mantis и использует его. Существуют же разные бактрекеры. Существует, например, из интересных, мне которые нравятся, это Redmine, Jira. Трекстумбрия. Очень такие классные профессиональные инструменты, в которых много фич, которые можно использовать, то, что вам нужно, и все. И достаточно. Какое ПУ порекомендую для системы коммуникации и отслеживания проекта? Ну, тут вопрос такой. Я рекомендую не завязываться на инструменты. Ну, и как бы, ну, тут я как бы ответил вам, чтобы, например, вы не выбрали MS Project, потому что вы там убьетесь. Вы же не дома будете собрались строить. С другой стороны, удобный инструмент для разработческих проектов, на мой взгляд, это Redmine. Потому что там есть Вики. Удобная, простая Вики. Там есть задачки, которые связаны с системой контроля версий. Вот. Там все настраивается гибко, удобно и просто. И большего не надо. Вот. Если вам нужно какие-то модели делать, используйте, допустим, Enterprise Architect или Visio для создания кусочков моделей в UML. Ну, то есть, не усложняйте чрезмерно ничего. Ищите. Ну, вот, битвы, как инструмент. Для разработки прямо я бы не стал его использовать. Мне там не хватает нескольких, ну, многих возможностей. Хотя там мощные задачи. Там можно вести проекты. То есть, это больше для ведения проектов в BX24. Да. Там можно созваниваться, писать, в Вики, значит, в Вики можно сохранять требования к проекту, создавать задачки. Там даже Гант есть. То есть, в принципе, в принципе, в BX24 для ведения проектов можно делать, но не для разработки. Для разработки вот инструменты мы обговорили RedMine, Jira, TechStudio. Когда-то говорилось про внутреннюю программу для тестирования, основанную на селению. Какая судьба? Вы знаете, не слышал я про это. Ну, внутреннюю программу для тестирования, не знаю. Ну, селением достаточно просто. Вы должны сами формировать свой инструментарий для вашей студии, для ваших проектов. Он уникальный. Вот. Будет что-то свое. У кого-то нужны программисты для селения, а у кого-то не нужны. Где-то вы будете писать тесты, где-то вы будете писать модули, где-то вам не надо будет писать модули. Но общий совет, конечно, в WebStudio максимально сидеть на Bittrex, в смысле не писать дополнительный код. Не ударяться в это. Если все-таки ударяетесь, вам придется держать сильных разработчиков, мотивировать их и заниматься строгим объектно-ориентированным программированием, писать юнит-тесты. А в условиях agile вам нужно дополнительно будет прокачивать тестировщиков. Я уже говорил, каких, какого уровня, чтобы качество было разумным. Чтобы можно было, в принципе, обеспечить его в разумных пределах. Ну, и слить за модульностью. Если этого не такой возможности нет, просто, ну, старайтесь просто на стандарте сидеть. Так, спасибо за вебинар, очень позывательно и интересно. Коллеги, пожалуйста, задавайте, пожалуйста, еще вопросы. Я пару минут посижу, пару-трой минут. Потрольте меня. Вот. И всем спасибо. Надеюсь, знания пригодятся. Пишите, присылайте отзывы, присылайте темы, на которые бы хотелось бы интересно поговорить. Я постараюсь подготовиться. Какие темы есть? Темы у нас разные, о которых можно поговорить. Это из интересного. Это объектно-ориентированное программирование. Пожалуйста, можно рассказать. Это машинное обучение без математики. Ну, или с математикой. Могу, конечно, с математикой, чтобы у всех из ушей кровь потекла. Кому интересно. Это глубокие нейронные сети. Дипленик. Тоже можно рассказать. Можно по agile пообщаться, если интересно, еще. У меня был вебинар, но вы, может, еще хотите. По скраму, по экстремиальным программированиям, по канбану. Вот. Можно про unix что-нибудь рассказать, про систему администрирования. То есть, темы разные. Выбирайте. Мы посмотрим, выберем, расскажем. Спасибо, коллеги. А, вот у меня вопрос есть. Есть вопрос. Так, есть вопрос. Как вырастить квейщика из разработчика? Квейщики иногда идут в разработчики. Да. Потому что в Квее бывают интересные задачи. Сидит разработчик на битрексе. Сидит, верстает. Компоненты. Стандартный компонент. Он уже тошнит от стандартных компонентов. Не хочет. Он заел галочки включать. Он хочет что-то покозить интересное. В Квее можно ему дать такую возможность. Например, автоматизировать Selenium. Сделать фреймворк на C-Sharp. На Java, допустим. То есть, в Квее очень много интересных задач. Вот. И его можно вырастить. А какой набор литературы? Да никакого набора литературы. Пусть решает прикладные задачи. Вот у него веб-проект, вот менеджер, вот договор, вот сроки. Надо, чтобы максимально автоматизировать тестирование. Все. Вот тебе PHP-юнит, вот тебе Selenium, вот тебе, там, не знаю, что хочешь. Используй. Главное, увеличь качество. И людям интересно. Некоторые разработчики приведут к Квее. Можете рассказать о слабых местах Bittrex с точки зрения тестировщика. Ну, на мой взгляд, с тестировщика. Ну, в Bittrex нет инструментов, облегчающих тестирование. На мой взгляд, там непонятно, как тестировать компоненты стандартные. Я не понимаю, как их тестируют. Вообще, должен быть интерфейс для подключения внешнего модуля, например, Джейсона, чтобы можно было юнит-тестами проверять компоненты. Вот. То есть, все, что связано со скриптами, с версткой, с компонентами стандартными, я не понимаю, как это на самом деле качественно протестировать. Наверное, руками. Либо опишите свои компоненты с тестами. А вот касательно API, Bittrex, он очень API-зирован фактически. Там сейчас вот D7 появляется, да, там создаются классы. Это хорошо. Там есть API, но старого образца, тоже хорошая API, помодульная. Вот вы, если будете писать код аналогично, в виде модулей, функций и классов, и D7, его будет легче гораздо тестировать. API легко тестировать. Если, ну, надо сразу думать об этом, правда. Не все тестировать. Например, некоторые вещи дорого тестировать. Некоторые вещи очень дорого тестировать. Не надо стараться их тестировать. Пишите их тогда просто и модульно. И тогда не тестируйте. И это работает. Так, коллеги, спасибо. Вопросы закончились. Всего доброго. Хорошего настроения всем. И интересных проектов и меньше багов. Счастливо. Счастливо.